здравствуйте уважаемые читатели и зрители я илья калинин представляю сегодня в студии нгс нашего постоянного героя моих публикаций не только нас гостях на интервью которая может быть раскроет некие тайны сумрачного мира которая скрытый от ваших и наших глаз у нас гостях светлана манина здравствуйте слона спасибо что вы согласились прийти к нам на интервью на большое я заготовил несколько вопросов которые мне кажется ну так или иначе представить вашу позицию вы постоянно упрекаете что вам не дают слова хотя мы стараемся постоянно обращаться к вам за комментариями в различных публикациях ну и не видимо не всегда это получается у вас давайте начну я самого главного вот то что сейчас происходит это вот история с гимназии номер 10 вы постоянно говорили во все выбрали в различных интервью другим изданием что вот собственно говоря вы недовольны и работой вашего классного руководителя вы как говорится недовольны реакции некоторых родителей их детей там на вас на вашу дочь вопрос такой возникает все это длится уже больше года почему же вы вот на протяжении этого времени длительного больше года если происходит такое давление на вас на вашу дочь в классе если вам не нравится эта учительница не перевели ребенка в другой класс параллельный илья давайте начнем с того что такие интервью и такие высказывания никогда нигде не говорила где вы это прочитали если вы не покажете то я с удовольствием вам скажу что такого не существует я такого нигде не говорила давайте начнем с того что произошла чудовищная ситуация с моим ребенком девятнадцатого января две тысячи вы можете отвечать на вопрос или нет а я не я не я не меня и не было таких интервью я не я не высказывалась такие фразы у меня не было таких фраз нигде мною сказано и написано что вы недовольны классным руководителем что я не давала таких интервью таких цитат про меня не было но это не только интервью это и переписки которые покажите предоставьте это ваш эфир на комсомольской правде вы же там высказывали свое недовольствие ситуации которые происходят в классе ситуации которые родители создают ситуация которая создают классный руководитель илья я прекрасно понимаю стиль вашего общения и вы выдаёте какие-то факты которые я никогда не говорила никогда не делала можно я уточню давайте вы довольны поведением классного руководителя братковой вы довольны на сегодняшний момент и вообще последнее время то как тем как ведут себя родители вы довольны как ведут себя их дети так это или нет илья ну давайте мы с вами как-то конструктивно проведем наш интервью и не будем вот такой способ изложения я же просто вопрос вы довольны или недовольны а вы как считаете то что сейчас я у вас спрашиваю как вы как родители вас я узнала есть дочка я пригласил вас на интервью зачем вы сейчас уходите от вопроса потому что я не понимаю вопросов которые я не делала вы меня спрашиваете я повторю я повторю если вы не понимаете спермarios для этого не говорила banquet отвечать за то что я не говорила на вашем открытии свои отвечи от нести на вопрос вы довольны классным руководителем братковой довольны ли вы тем как ведут тебя родители в классе третьем а довольны ли вы тем как ведут себя дети по отношению к вожу или я смотрите на сегодняшний день сегодня нас какое число ну у нас сегодня какое число сегодня 17 мая 2023 года я недовольна как ведет себя классный руководитель и я недовольна как ведут себя родители часть родителей а раньше такое было недовольство илья вы 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 почему начинаете вопрос не с главной темы пострадал бы ребенок давайте мы решим почему вы не ваши когда об этом не говорят давайте мы решим с какой темы начинает наш вопрос все таки мы решим да ну потому что это как бы наша программа наша запись мы пригласили вас гости а вы сейчас пытаетесь вести себя как будто это ваша передать я не нервничаю так вот ответьте на вопрос раньше вы были довольны нет поведением родителей классного руководителя смотрите все мое недовольство которое было классного руководителю мысль я выражала ей лично я не выносила это за публичную было недовольство но некоторые недовольство было так они по ножку недовольство возрастал за полного довольства было немножко было недовольство но она не означало что как вам сказать что это какой-то прям нонсенс ну это просто обычно у него было ну возможно быть тоже довольство кому-то было недовольство у нас может быть недовольство шаки каких-то моментах мы это все решали с ней и это не было за не я вынесла в публичную плоскость Недовольства к родителям-то было? Не было никакого. Раньше никакого вообще? Раньше не было. Ну вот до сегодняшнего момента. До случая, когда произошел тяжкий вред здоровью, до случая с горой, у меня не было никаких недовольств. А после случая? Ни с родителями, ни с конкретной ситуацией, ни с классным руководителем. У меня были прекрасные со всеми отношениями. Хорошо. Начнем с главного. После того, как произошла эта трагедия. Трагедия произошла в 19-м году в январе. После этого у вас было недовольство родителями, как они себя ведут? Недовольство учителем? После этого у меня было недовольство, у меня был разговор с классным руководителем, почему она отпустила их раньше времени сроков и почему она оставила их без присмотра. У меня состоялся с ней такой разговор. И к родителям недовольство было? Нет. Никакого недовольства к родителям у меня на тот момент не было. А позже, не знаю, осенью 21-го года. У меня было недовольство, неправильно говорите, недовольство. Я не могу, мы существуем в социуме. У нас невозможно существовать, кем-то я недовольна, я какие-то высказываю, что-то требования. Ну нет, конечно, недовольна это моя проблема, правильно? Это мое личное ощущение. Так я сейчас не говорю, проблема это ваша или не проблема. Я говорю, она была или не было такое отношение к родителям? У меня, как бы сказать, я не могу думать только об этой проблеме, которая не существовала до этого времени. Я не прошу вас рассказывать, думать об этом и не думать. Недовольство родителями у меня появилось только тогда, когда началась забастовка. Потому что я не в курсе была, что Браткова посвятила в это родителей. У меня не было вот этого, понимаете? Мы разделили два момента. Недовольство родителям у вас было с января 2021 года, когда случилось это происшествие. А недовольство родителями у вас стало, когда объявили забастовку. До этого времени у вас с родителями было исключительно хорошее отношение. Да почему? Ну у нас были разные отношения. Когда Браткова спровоцировала после случая с Дашиной травмой, когда Браткова спровоцировала родителей из родительского комитета у нас в классе на определенные какие-то действия, написание на меня жалоб необоснованных, как и сейчас. Конечно, у меня было недовольство. Конфликт назовем это? Нет, это не было конфликта, это было просто недовольство. Но я не занималась этим вопросом, так как у меня на тот период ребенок был в корсете, не мог сидеть, лежать. Это получается еще весна 2021 года? Конечно, это была весна 2021 года, потому что конфликт спровоцировал. То есть недовольство было родителям в 2021 году весной? Я все уточняю, чтобы были понятны даты. Илья, вы неправильно говорите слова. Ну что за этот? Как он эффект этого человека? Какие слова неправильно? Я даты, я пытаюсь даты назвать, а не слова. У вас эффект соломенного человечка, вы так строите интервью. Но не такие слова, понимаете? Не такие слова подходят к этим событиям. А какие слова подходят к этим событиям? Начал зарождаться спровоцированный Братковой конфликт. Конфликт слово я называл. Да, она начала зарождать его. Она подговорила... В январе 2021 года. Ну, после января 2021 года. В 22-го года. Ой, 22-го года. В 22-м году уже произошло. Да, 22-м году произошло. Оговорился. И Браткова мне в глаза сказала, когда я ей предъявила претензии... Претензии были к учителю. Потому что она оставила их без присмотра. Ну, были претензии, получается, да? Естественно, оставила... Хорошо, претензии были, зафиксируем. Были претензии после января 2022 года. Илья, Илья, когда пострадал мой ребенок, я составила разговор с Натальей Владимировной Братковой. Почему она отпустила детей раньше времени без присмотра в темное время суток детишек 2-го класса? Когда никогда я не давала разрешение Даши... Даша, она всегда передавала мне в руки. Светлана, у меня вопрос в другом был. У меня был с ней разговор. Почему она это сделала? У меня был вопрос не о вашем разговоре. Это понятно. У меня был простой вопрос. У меня был вопрос, были ли у вас претензии к классному руководителю? Вы же сказали, что были. На тот момент, конечно, были. Когда пострадал мой ребенок, естественно. Ну, и это продолжалось дальше. Потому что ситуация с пострадавшим ребенком, она не изменилась изначально, да? И в дальнейшем. Были ли у вас претензии с родителями? Я так понимаю, вы сказали, что тоже были. Потому что Браткова, по вашему мнению, их к чему-то подговаривала. Неправильные слова, непретензии. Так вы же сами это слово употребили. Я не употребила это слово. Смотрите, у нас времени очень много. Мы можем спокойно, например, Светлана отвечать на вопрос. Потом мы можем... Да, да, да. Чтобы был какой-то... Илья, вы... Я просто хочу, чтобы Светлана отвечала на вопросы, а не рассказывала... А зачем вы так нервничаете? А не рассказывали. Почему вы считаете, что я нервничаю? Это глупости какие-то. Потому что вы тогда... Вы очень всегда начинаете жестикулировать. Я всегда жестикулирую. И это мой принцип, это общение, да. Вы знаете, как бы у меня просто... Вы по-другому рассказываете. Вы в Италии были хоть раз? Хоть раз была. Ну вот видите, вы если бы были в Италии хоть раз, вы видели, что там люди такие жестикулируют. Вот. И поэтому я так, собственно говоря, и рассказываю. Смотрите. Хотите мне понравиться, чтобы итальянец вышли, хотите быть сейчас? Ну извините. Светлана. Извините, итальянцы мне не нравятся. Я просто уточню, чтобы вы понимали. Вы не в моем вкусе. Абсолютно не в моем вкусе. Слава Богу. Вот. И поэтому вот эти ваши... Чтобы завлить женщине, надо сказать, что она не в его вкусе. Правильно. Молодец, Илья. Давайте конкретно. Да. У меня есть конкретные вопросы. Вы на них не отвечаете почему-то. Потому что я им отвечаю, как было на самом деле, а не так, как вы придумываете вопросы. Я спрашиваю, как у вас было на самом деле. Илья, вы... Я спрашиваю, смотрите. У вас были... Я не спрашиваю, как было на самом деле. Ну понятно, Илья, потому что вы пишете сочинения. Это другие вопросы. Вы придумываете сразу. Какие? У вас была претензия к учителю. Были претензии. И были недовольства. Вы это сами сказали сейчас. У вас были претензии... Как нет? Илья, вы задаете вопросы, сформулируете их так, как не было на самом деле таких событий. Я вам отвечаю, такого не было, Илья. Я про события вообще не спрашиваю. Я спрашиваю про ваше отношение к учителю. У вас отношение к учителю какое было? Я вас приговорю. У вас какое отношение? Вы просто не отвечаете на вопросы. Потому что этого не было. Чего не было? То, что вы говорите, не было. Я у вас спрашиваю, я не говорю, я у вас спрашиваю. У вас было недовольство к учителю? После того, как мой ребенок пострадал, у меня впервые появилось недовольство. Вы недовольны ее тем, как она выполняла свои обязанности? Конечно. У вас к родителям было недовольство? Нет, на тот период нет. А на тот период на какой? Вы начнете датами? Февраль, когда произошло, вот январь, в феврале, когда я подошла к учительнице после того, как Даша, нужно было Дашу выводить на учебу, в феврале у меня еще никаких недовольств к родителям не было. А когда были? Позже, в сентябре, да? Почему? Когда спровоцировала Браткова конфликт в родительском чате. Подожди, а заявление в полицию подавали на учителя по осени? Нет? Не подавали? Это разве? Подожди, подавали или не подавали? Я вас уточняю, вы подавали или не подавали заявление в полицию? Осенью нет. Осенью прошлого года? Осенью и зимой прошлого года? Нет. Ни одного заявления не было? Нет. На учительницу нет. Не на учительницу, на родителей? Нет. На родителей не подавали? Осенью нет. А зимой? Когда зимой? Зимой тоже нет. После сентября 22 года и до конца 22 года? насколько вот если я конечно могу ошибаться но мне кажется нет первое заявление мы подали на вас на браткову на руки ну лишь только когда вы подали 1 на меня заявление начале февраля я не подавала заявление вы подали на меня первое заявление мы конечно потому что вы клевету распространяем а вы нет а я нет и понятно классно докажите так суде вы не докажете вам уже судья сказал, что вы должны все доказать. У вас нет таких доказательств. Все, что вы написали, абсолютное вранье. У вас нет ничего. Вы сейчас слышите, что вы говорите? Откуда вы знаете? Потому что я знаю, что такого не было. Ну вы что вы? Фальсификация доказательств, это уголовное преследование. Хорошо. Понимаете? Потому что я знаю, что этого не было. У вас были претензии к учителю. У вас были претензии к родителям в 22-м году. Говорите, даты прям. Зачем даты? Я сказал, в 22-м году. Это дата. И смотрите, несмотря на это, вы не переводите ребенка в другой класс. Почему? Илья, потому что не было такого основания переводить ребенка в другой класс. Вашему ребенку плохо, как вы говорили. Я такого не говорила. Нет, ну если учитель не выполняет свои прямые обязанности, если он плохо себя ведет на работе. Илья, вы будете сами рассказывать про меня? Я уточняю. Я уточняю. Я уточняю всего лишь на все. Смотрите, если учитель, по вашему мнению. Нет, Илья будет рассказывать историю, задавать такие вопросы. Или я расскажу историю, как было на самом деле. Илья будет задавать уточняющие вопросы. Давайте как-то строить. Техническая пауза. Нужно, чтобы вот так рукой не закрывали. А, все, поняла. А, все, все, все. И получается, часть, особенно когда отводит, сейчас лица перекрывается. Если вы, Светлана, не знаете, интервью строится на вопросах, которые задают человеку. Илья, я не первый раз даю интервью. Я такое ощущение, что первый раз. Да, что ты говоришь. И ответы, которые... Я даю интервью и в Италии очень много раз, и в Москве, в посольстве, в итальянском посольстве, везде. Я даю интервью бесконечно раз. Я являюсь телеведущей 49-го канала. Я знаю, как строится интервью. Хорошо, да, да. Ну, как строится интервью с Ильей Талининым. Ну, так вы можете ответить на вопросы или нет? На какой? На то, чтобы придумать какие-то события, которых не было. Я не знаю, как на них отвечать. Я не участник этих событий. Вы сказали сами только, что вы недовольны были тем, как себя... Я так не говорила. Это вы говорите. Можно я еще... Смотрите, как у нас видеоинтервью. Да. Не только для печати. Нам нужно, чтобы был такой беспрерывный ответ Светланы, пока без учнений. Я не могу отвечать на вопросы, которые не существовало де-факто и де-юра. Это не существовали эти события. Я не знаю, как на них отвечать. Потому что я... Ну, Илья, давайте нормально уже. Давайте вот так. Илья задает вопрос. Вы отвечаете, сколько считаете нужным. Потом Илья задает отчиняющие вопросы. Потому что иначе для видеоинтервью будет все прерывисто и не конструктивно. Хорошо, тогда если Илья задает вопрос, который не существовал, я говорю, Илья, я не знаю такого. Достайте доказательства, правильно? Просто Илья задает вопрос, а вы вот как считаете нужным. А так он меня перебивает. Я как считаю нужным говорю, а он начинает меня перебивать. Давайте еще раз попробуем. Давайте. Илья, расслабьтесь. Вы не даст. Станьте настоящим журналистом. Расскажите. Вот сейчас вы сидите, да? Вот я вам как будущий психолог. Я сейчас получаю второе высшее образование на психологию. Вам зачем эта история? Как Илье Калинину? Вы талантливый человек, талантливый журналист. Немножко в этом безумны стали. Но вы же как талантливый человек, талантливый журналист, вы должны понимать, что всему... То есть есть какая-то грань, которой уже не надо переходить. Ну, у вас... Можно вопрос? У вас есть... Ну, подождите, мы же просто прединтервью говорим. У нас же есть как бы... Да хочется к интервью перейти. У нас есть такая ситуация в жизни, где вы оказались неправы, вы проиграли полностью. Мне сейчас звонят все, говорят, Светлана, вы победили Илья Калина, перебили первое в истории интервью. Я сейчас помогаю. И просто давайте поговорим, Илья, давайте просто поговорим. Может быть, мы перейдем к интервью? Да, давайте просто спокойно, без ваших вот этих вот придумок, вот этих всех, просто давайте поговорим. Как настоящий журналист и человек, который вам пришел, руку помощи подает. Илья, вы можете быть красиво выглядеть в любой ситуации. Давайте это самое, давайте поговорим. Давайте вы расскажете, как есть на самом деле. Давайте. Давайте я вам задам вопрос, а вы на них ответите. Только на реальный вопрос. Почему у вас губы трясутся? Успокойтесь. У меня губы трясутся смеха, я просто боюсь заржать в этом. Зачем ржать? То есть мой ребенок пострадал, вам ржать хочется? Мой ребенок получил тяжкий вред здоровья, а вам смешно? Мне смешно от того, как вы себя ведете здесь. Очень глупо. То есть вы меня начинаете оскорблять? Все, я пошла наливать воду. Зачем, чтобы он меня облил водой? Ну правда, ну давайте я как-то вопросы... Нет, человек меня оскорбляет, это нормально? Я сказал, что вы ведете себя глупо, я не назвал. А почему я не говорю, что вы ведете себя глупо? Поведение человека может быть разным. А для меня вы ведете себя глупо. Светлана, смотрите, вы... Дальше перейдем к интервью. первый вопрос вы говорили что недовольны работой учителя в классе вы потом не говорила дальше только что вы несколько назад говорили о том что вы недовольны были как ведется как классный руководитель исполнять свои обязанности записано на видео подождите это же записано на видео почему говорите что вы говорите я даже контекст никого не назвал классным руководителем появилась только после того когда она оставила детей без присмотра отпустил их раньше времени и мой ребенок пострадал это противоречит моего вопроса сейчас тем что есть законодательство российской федерации есть житейский опыт есть то что вот случилась эта трагедия да поверьте не я не а что вам смешного илья мой ребенок получил тяжкий вред здоровья возбуждены уголовные дела вам смешно вас ребенок точно также есть дочка вы так не просто удивляете ваши отношения ко всем куда мне смотри сюда сюда да да чтобы илья понимал о чем я говорю тогда на этого сделать свои вопросы к то что я говорю действительно а не то что где-то вы придумали где-то вы там где-то прочитали или что да да значит смотрите как я уже пояснила илье 19 января 2022 года к сожалению произошла эта трагедия к сожалению для многих участников уже этих событий мой ребенок пострадал именно мой ребенок это конечно не повезло ольги сергеевны шойдины что не какая-то любая девочка до пострадал или там мальчика это пострадал ребенок сланы маниной и конечно я была возмущение так как браткова отпустила их раньше времени сроков и отпустила их без присмотра я первая мама я не опоздала никуда я приезжаю даже немножко пораньше всегда и когда мой ребенок пострадал то есть когда я подошла мне родители сказать что они давно уже играют на улице что и давно отпустили и я подошла к даши она плакала и плакал мальчик который я столкнул это мальчик и очень хороший друг и поверьте для него это такая же трагедия как для даши и он как настоящий мужчина единственный повел себя в этой ситуации до сих пор себя так ведет он полностью говорит что он виновен я ему объясняла также как и даша что ты ну это это просто была игра которая к сожалению вы были без присмотра и к сожалению эта гора была на территории гимназии не огорожена и не убрана вовремя и ну как бы я не могу его винить чисто потому что он слишком благородно себя ведет да ну вот к сожалению он там толкнул дашь также могла дальше его толкнуть ну то есть такая ситуация просто детская игра и после этого он просил ее прощение там тоже вместе с ней плакал и после этого естественно дашь вы госпитализировали естественно и было то есть в больнице она с бабушкой лежала им по эти я была в таком состоянии что я не не ходила ничего не выясняла именно сыграть детской больницы дал вызов после того как даша рассказала как все произошло и где в полицию он позвонил и дал сигнал то есть у них так по работе положено по их ним всем нормативам и потом мне просто когда уже мы отлежали в больницу больницы мне позвонились полиции чтобы я пришла и дала объяснение либо я имею претензии либо не имею претензии к школе и вообще к этому всему процессу когда мы дальше постраду как бы даже госпитализировали браткова была со мной на связи она вела себя очень хорошо она вела себя очень хорошо и она была готова помочь она мне говорила все 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 у нас есть парты специальные у нас и специальное оборудование в 10 гимназии я буду все помогать я буду все делать естественно никаких претензий я изначально никому не предъявляла потому что браткова же понимала что она отпустила детей без присмотра и раньше времени и она прекрасно понимала что это ее вина изначально она повела себя ну как бы так достойно все началось то есть того что когда мой ребенок уже выписался из больницы и нужно было выводить ребенка в школу я написала у нас это вся есть переписка наталья владимировна я написала что все мы завтра готовы выходить в школу наталья владимировна мне ответила пока нет не выводите то есть я вам могу предоставить пожалуйста эту всю переписку с ее номера ничего не удаляется и она сказала нет вы должны сначала прийти в понедельник в школу написать заявление что вы никаких претензий не имеете к нам и что вы будете там полностью ответственность берете за своего ребенка на себя и только после этого вы увидите дашу в класс я ей сказал но тоже все равно любом случае даже если бы я подписала такие документы это было бы незаконно то есть любом случае на территории гимназии полную ответственность несет на себе школа даже ну то есть это то есть законодательство российской федерации закон об образовании она что браткова мне начала резко в переписке говорит нет пока вы не выйдете то есть ну естественно я подошла к братковой сказала но вы же виноваты зачем сейчас начинаете когда я увидела что она мне когда сказала в глаза что ой да мы знаем как справляться с такими как вы у нас таких знаете сколько было я знаю как с такими справляться и очень такой был неприятный разговор не хочу даже его цитировать и вспоминать в общем после чтобы это очень долго будет рассказ и после этого естественно я пошла к директору этот момент ольги сергеевны шодины у меня причем они было изначально очень хорошее впечатление так как она молодая она моего возраста молодая для директора гимназии между она моего возраста и когда нам поставили нового директора мы как бы все такого с воодушевлением были потому что она во первых была из бизнеса человек у нее свои языковые школы и мы все думали что это будет классно что у нас будет китайский язык то есть мы уже там все размечтались до что ой ну круто сейчас китай с нами как бы это как английский такой же язык там нужно изучать и когда я к ней пришла очень хорошее впечатление я ну я с ним не была знакома это было неинтересно учебный процесс идет и что все решается все дети учатся дальше хорошо учиться то есть никаких проблем у меня вообще не возникало никогда не с братковой не с не с родителями наоборот все дружили все спокойно общались и получается когда я познакомлю пришла к директору с этой проблемой директора мне сказала сразу что и вам не выгодно с нами ссориться и ругаться вам не выгодно то есть такие намеки были я так на нее посмотрела тогда я как-то даже не реагировал на эти слова потому что у меня была основная задача на чтобы дальше научила на обучение и основная задача то что даша вылечилась то есть я я не так вам сказать не собиралась ни с кем конфликтовать и это поверьте не моя задача в жизни я просто просила начать обучение так как у нас занимались любом случае репетиторы с дашей все это время да но но нам нужна была аттестация школьная именно преподаватель школе школы которые будут дашу аттестовывать директор мне так вот как-то так странно сказала такие фразы и сказала да хорошо все предоставим я все я бы не нужна ваша помощь на какие-то вопросы если возникнут да хорошо после этого я ушла слава богу там были свидетели этого разговора который потом рамиль михалыч ахмед горееву подтвердили из департамента потому что началась стройка ремонт нашей гимназии и после этого больше месяца моему ребенку не назначалось обучение то есть я звонила я естественно слава богу сразу написала заявление об обучении на школьную почту у меня есть доказательства что это было сразу и больше месяца нам просто назначали учителя когда я подъезжала уже к полиции писать отказной что я не имею никаких претензий то есть ну как бы но я не собиралась никакой против них какие-то войны там заводить это уголовные дела там что-то как бы если ну как хотел этот конфликт чтобы не существовал но тогда когда я подъезжала именно меня инспектор дпн ждала когда я буду писать отказной они уже это знали-то меня уговаривали писать отказу меня уговаривали писать они поверьте инспектор дпн и там то есть меня уговали напишите пожалуйста отказной все будет хорошо я бы ну хорошо и мне звонит в школе преподаватель и говорит ну ладно мы готовы вам назначить обучение но не знаю приходите вот сейчас никто не хочет вас брать никто не хочет с вами как бы за бесплатно мы там это за эти копейки которые нам платят за обучение детей вот таких как вы пострадали которые там переломы там или что-то нам не знаю как вы будете уговать как вы будете договариваться вам то есть приезжайте уговаривайте договаривайтесь я захожу в полицию и говорю я имею претензии то есть понимаете этот цирк который просто начал происходить на моих глазах из-за вас пострадал мой ребенок вы даже обучение больше месяца не назначаете теперь я должна прийти унижаться каким-то образом договариваться чтобы просто начать обучение моего ребенка естественно я прихожу в полицию к инспектору ДПН говорю я имею претензии и к братковой и к директору гимназии мой ребенок пострадал из-за них одна не убрала территории снег другая не проследила за детьми отпустила раньше времени без присмотра в темное время суток второклашек это как бы неприемлемо я никогда этого не разрешала то есть чтобы Даша без присмотра где-то была и получается что они были все в шоке начали бегать около меня в полиции ДПН да вы что да вы что как вы можете играть и мой инспектор пишет принимает от меня заявление о моих претензиях что я имею а остальные в окружении бегали говорили да вы что да вы что вы как вы будете там учиться в этой школе это начали меня какие-то угрозы посылается у меня эти естественно все записи на диктофоне когда вы что да вы что да вы что да вы что я разбирайтесь я говорю ребенок пострадал разбирайтесь и но даже если бы мне на тот период просто назначили обучение спокойно да без Вот этих факультасов, поверьте, я бы не стала бы дописать заявление. И после этого, естественно, это стало сразу всем известно. Но я, естественно, приехала договариваться с учителем, но мне очень сильно повезло, так как в этот момент в школе заходил Ахмед Гореев вместе с Ростиславом Антоновым, нашим депутатом, нашим известным, знаменитым, который светлый человек, очень порядочный. И, понимаете, в тот момент, когда я захожу, а там выстроилась линейка, с Шойдина вместе с другими учителями ждут делегацию. И в этой делегации подходит Ахмед Гореев, вместе заходят Ахмед Гореев и Ростислав Антонов. Они приехали по другому вопросу с Шойдиной, там, решать пописательский совет, там, что-то такие, какие-то вещи. Ну, я не помню точно, может быть, я могу ошибаться. И когда они увидели все, что я знакома с Ростиславом Антоновым, когда он сразу как бы подошел ко мне, поздоровался, там, Ахмед Гореева мне представил, там, все. Ну, просто никто не знал об этой ситуации. Поверьте, я никому не рассказывала, ни родителям в классе, что произошло, никому. Я просто не могла это делать в силу того, что для меня была трагедия абсолютно здоровый мой ребенок, перелом позвоночника. Понимаете, для меня это была настолько боль в сердце, что я обвиняла и себя, что я не уследила, что я не проконтролировала Браткова. Вы же понимаете, что я не могу обвинять всех, я обвиняю всегда и саму себя в первую очередь. У меня происходили очень серьезные, как бы, переживания внутри. И когда они увидели, что я знакома очень хорошо с Ростиславом, что он ко мне очень так по-доброму относится, когда они увидели, что познакомились с Ахмедом Гареем, мне тут же предоставили учителя, мне не пришлось никого уговаривать, мне не пришлось ничего там ни с кем договариваться, мне предоставили самого там лучшего учителя, который очень хороший, она спокойно Дашу отучила, но Браткова не угомонилась, вот просто знать надо Браткова. Не забывайте, что Браткова училась, работала в трех школах и во всех трех школах она была, ушла из-за скандалов. И в суд мы обязательно приведем этих родителей и детей, и может быть директора гимназии придут. В 22 лице она была, она уволилась именно из-за того, что был скандал грандиозный там, и естественно по собственному желанию все увольняются, естественно и сейчас я говорю уволить ее по собственному желанию, чтобы лишь бы, как бы, зачем какие-то вот такие вот жесткие методы, они не нужны, мы все люди, мы в обществе живем, мы не можем так себя вести, знаете, какие-то подписывать другим, какие-то приговоры, зачем, она должна спокойно работать, но не с детьми естественно с такими справками, это понятное дело. Ну и получается, что Браткова была как бы задета, на нее было написано заявление, также как на директора гимназии, но есть процесс, как вы знаете, тяжкий вред здоровью может быть только тогда, когда полностью проходится лечение и делается судмедэкспертиза. заключение судмедэкспертизы было 15 января, ой, извините, 15 августа, и вот после 15 августа очень быстро возбудили уголовное дело, как вы все знаете, не без помощи Илье Калинина, потому что он хотел, как всегда, облить меня грязью, а получилось, что благодаря этому намного быстрее, чем это может быть должно было быть, но это мои выводы, может быть это не так, но возбудили дело, намного быстрее была доследственная проверка и прям моментально было возбуждено уголовное дело даже до того, как вышла статья первая про школу Ильи Калинина. То есть, вы понимаете, Илья Калинина невольно стал моим тайным помощником в этом, так же, как и сейчас, когда поднял такой большой скандал, как я вам уже говорила, Илья, инспектор ДП, ой, господи, наш участковый, также, который вас опрашивал по вашим статьям и клевете на меня, он передал все материалы на возбуждение против бородкового оставления детей в опасности в нашу полицию железнодорожного района, в отдел дознания. Кто сейчас будет заниматься этим, у нас от участкового есть смс, кем я могу вам показать, мы сейчас узнаем на этой неделе, кто в дознании будет этим заниматься вопросом. То есть, вы понимаете, ничего бы не было, если бы, я даже понимаете, мне, поверьте, когда была уволена Ольга Сергеевна Шойдина, я в тот момент была, разговаривала с прокурором города, начальником следственного комитета на повод этим всем вопросам, и, естественно, я показала все видео прокурору города, которые давали безобразные интервью и статью, вот это вот то, что безобразие полное, какую клевету на моего ребенка и на меня. Вы знаете, я когда узнала об этом, я вышла, потом пришла опять, ну, как бы зашла к прокурору после этого, когда я узнала, что ее уволили, Ольгу Сергеевну, вы знаете, я хотела заплакать, мне было так ее жалко, лишь потому, что она так защищала детей на крыльце гимназии, она разгоняла вот эту вот толпу. Я знаю, что это за толпа, поверьте. Я была с ними раз в жизни, я их всех видела на родительском собрании. Я не посещала родительские собрания, потому что входила всегда моя мама, потому что на первом родительском собрании я два часа послушала браткову, как она разговаривает, она мне, ну, такая учительница. Ну, нормально, строгая, ничего страшного. То есть, для меня, я думаю, строгая учительница тоже хорошо. Думаю, нашим детям нужна строгая учительница. Они же нас такие все раскаифованные, излюбленные, залюбленные дети. Я такая думаю, ладно, пусть будет такая строгая, ну, нормально. Она говорила два часа себе, какая она крутая, как нам всем повезло, когда не представляете. то есть я такая это послушала, а в конце нужно было просто сдать деньги, то есть понимаете, да, ну чтобы каждый раз выслушать, какая она крутая, просто потом в конце сдать деньги, я сказала, ну хорошо, я сдаю деньги, сколько нужно, а моя мама просто приходила, все записывала, все что нужно. Ну не хочу несколько раз выслушивать, то есть мне это неинтересно, это все, тем более у меня проблем с обучением моего ребенка никогда не было. То есть Даша хорошо учится, все спокойно, все хорошо, претензий никаких братков я к нам не предъявляла по учебе Даши. И получается, что я первый раз их увидела всех на родительском собрании именно в сентябре. Я записала все на диктофон, Илье Калинину я все это выслала, все эти записи, причем я и с Шойдиной выслала эти записи, у вас все это есть, могу повторить еще раз, могу продублировать. И вы понимаете, браткова просто стравила, то есть по закону об образовании учитель не имеет права стравливать родителей, тем более. То есть если какой-то есть конфликт с мамой, а конфликта по сути-то никакого не было, был случай, когда просто произошла ситуация, на которой я не собиралась ничего делать. Просто действия военные в отношении меня, вот эти бесконечные бомбардировки, написание каких-то вечных заявлений, жалоб, что-то такое. Вот это все постоянно, ну просто для меня это было недоумение, поверьте, меня даже в полицию не вызывали. Меня один раз вызвали в полицию, и я, когда мы, что-то там, я не помню, ну что-то какие-то, что такого там не было, и все, это было буквально после вашего заявления, что ли, когда это было недавно, весной. И потом, когда мы ознакомливались со всеми материалами, когда браткова на меня подала иск в суд, я даже не знала, что на меня было написано столько заявлений. Вы понимаете, меня даже никто не вызывал, не опрашивал, потому что это был такой бред бездоказательный, что, ну это просто был нонсенс. И зачем они это все делали, зачем она так подставляла родителей, ну то есть для чего это было все создано именно классным руководителем, когда она должна была обучать просто детей. Я не знала, что за моей спиной такие военные действия происходят, я вообще была не в курсе. Я просто приводила своего ребенка, он обучался, когда браткова как-то начинала вести, чтобы дети ссорились, как-то она начала вести себя как-то неправильно. Я просто обращалась к Карамилю Михайловичу Ахмедгорееву или из департамента, кто нашим вопросом занимается, и все, просто выводились сразу психологи из магистра, улаживали все конфликты, было все хорошо, и такого ничего не происходило. Поэтому что говорит Илья, почему для меня этот всегда в шоке, потому что таких действий не было, этого ничего, я никогда никому не подходила, никаким детям, я никогда никуда не врывалась. Таких событий, поверьте, если бы такое было, зафиксировали бы школьные видеокамеры, поверьте, я бы как-то уже должна была быть наказана. А так как этого не было, поэтому и полиция на это не может реагировать, потому что таких фактов нету. Они не зафиксированы ни одной камерой, они не зафиксированы нигде на диктофоне. Вот этих событий просто не происходит. Поэтому как бы можно что-то наговорить, Илья, и про вас, и про меня, можно что-то наговорить. Нужны же сейчас доказательства вам в суде, например, да, всего, что вы написали. И вам же судья четко сказала, вы должны предоставить все доказательства всего, что вы написали про Светлану Манину. Все, вы будете доказывать, вы будете предоставлять все ваши, как вы мне сказали, по телефону. разные доказательства вот вы будете разные доказательства не противоречащие закону и неподдельные то есть понимаете разные доказательства вас нет никаких доказательств это прекрасно знаю что этих фактов не было и когда мы узнали ну как бы что произошло с детьми почему браткова допустила такое что стравить до такой степени родителей детей чтобы не вышли дети на учебу ну то есть знаете но я не уйти не то что я и даже не удивилась потому что я же понимала что человек и моем ребенке к сожалению все почему-то начали играть какую-то игру как будто они все школьники возраста переходного подростки начали какой-то травлю там чего-то но даже все на их совести но правоохранительные органы разберутся во всем этим вопросе и вот такая история сейчас как бы я рада как сейчас складывается ситуация она не так как описывает илья калинин свою в своих интервью но он он и не он же распишет то что говорит ему или самарина и браткова то есть но он же просто описывает эти ситуации он же не знает если бы он я вот пользуюсь случаем по другой проблеме хочу пригласить завтра илью калинина со мной пойти на попечительский совет нашей гимназии чтобы он сам из первого нас же нас еще другая проблема проблему с этой вот этим который у нас сейчас произошла в школе да мы ее решаем и она решаема дети будут все учиться никто не пострадает там как бы вот все защищено у нас проблема есть огромная с попечительским советом как мне стало известно в прошлом году когда я присутствовал в чеческом совете впервые я это узнала и естественно также просят родителей помощи в моем лице у вас чтобы вы помогли нам с попечительским советом если какие-то возникнут трудности так как вы все равно в любом случае ваш талант я не могу отрицать я говорю это абсолютно серьезно в эти без всяких каких-то ну то есть без предрассудка без всяких там стеба я талинина калинина это номер один сейчас показал себя журналист но благодаря мне естественно говоря мне и моей известности в нашем городе он со слуху и он может помочь если ему будет интересно завтра он попадет на просто приглашаю согласую ваш визит на попечительский совет вы сами все услышите какая там огромная проблема существует если вам это интересно как там родители вас будут думаю все благодарны и вы будете настоящим заниматься журналистикой когда вы на основании документов которые завтра нам предоставят отчеты за деньги и будет только то что мы сдаем и будет завтра новый план на следующий год и там будут решаться какие-то вопросы я вот как бы если вы со счете для себя это интересно то есть мы с вами разделим эти темы как бы наша тема с вами суд это одно тема другая как бы если вы так готовы в таком ключе помочь нам родителям десятой гимназии ну большая быть вам благодарность вы закончили ну я вас вопрос задала вопрос и задаю пока я то что очень я вас я вас приглашаю это можем обсудить вне рамках это интервью совершенно другого хорошо но мне вот просто вы закончили уже просто анна мне сказалось как бы раз к рассказывать как есть уже историю своей жизни рассказать вас она попросила а то что она связана с непосредственно с которым обсуждали вопрос можно задать да да давайте давайте посмотрите после того что вы описали здесь про бородкова ну во первых минут я хочу уточнить сразу что все что было рассказано светлана это лишь ее версия естественно вот поэтому верить или не верить этому вы можете уважаемые как бы как законно я могу можете прийти ко мне ознакомиться со всеми документами и какие возможно сейчас на данном этапе про показать публике до который в закон как бы как законно я могу показать что уголовное дело все-таки идет и возбуждается выкладывать все выкладываете у себя в соцсетях очень много поэтому они все поверьте можно ознакомиться не обязательно приходить к вам лично в кабинет извините я готовлюсь к вашим очередным нападкам поэтому не за электронную почту я вам дам электронную почту после нашего разговора и мне пришли все документы туда я с ними ознакомлюсь вот так смотрите уважаемые читатели и зрители на все что рассказал светлан этой только ее версия верить или не верить на ваше право вы можете изучать различные новости и публикации прочее теперь слава к вам вопрос после того что вы всего рассказали после того что вы рассказали про браткову прародители у меня вопрос а почему вы ребенка то не перелив другой класс когда сейчас тогда мы же рассказывали про тогда продал второй год рассказывали всю эту историю да скажите какое слово говорите что я говорю про 22 конкретно я сказала что конкретно я сказала вот что у вас вот сейчас всю историю которую вы рассказали которые длилась в двадцать втором году какая история или а в двадцать втором году когда пострадал мой ребенок мой ребенок был на домашнем обучении до какого времени до конца учебного года дома до июня анна я не знаю я как то вот я понимаю конечно влюбленность в меня бушует во всех его сердцах вообще никакой влюбленности да конечно то что вы рассказываете все время своих фантазий лишь говорит о том как вы пытаетесь ко мне отнестись вот почему вы не перевели ребенка в другой класс когда илья на моем году она мне училась в сентябре индивидуально потому что в сентябре 22 года должен быть другой классный руководитель у нас не было конфликта с на нас не когда появится тоже классный руководитель которую мы вы недовольны почему не пилили другой класс потому что браткова попросила меня и дала нам на аудио я вам скидывала так же вы должны были особы а знакомиться потому что браткова сказала что она das любит обожает пожалуйста все будет хорошо пожалуйста дайте мне еще один шанс почему вы не слушаете аудио которые я вам скидываю она чётко это сказала она мне пообещала что все будет хорошо и я совершенно не помню об этих аудио Depression еще Раз, почему не подготовились к интервью? Что значит, вы мне их просто не скидывали? Я вам скидывала их с намного начала. Нет, не скидывали. Дайте мне, пожалуйста, мой телефон. Илья, я вам их скидываю. Показать? Покажите. Давайте. Так и вопрос-то остается все-таки незаконченным. Илья, потому что не было, и давно никогда не стался такой вопрос. Отлично. У меня такой вопрос не стался. И что вы не переводили ребенка в другой класс. А зачем не переводить ребенка в другой класс? Потому что вы же недовольны работой братковой. Илья, да это вы ваши фантазии. Зачем опять говорить? Хорошо, все, отлично. Какой период? Светлана утверждает, что она была довольна работой. Я не утверждаю. Я так не говорю, не придергивайте мои слова. Одно из двух. Либо вы довольны работой учительницы, либо недовольны. Илья, вот я вам высылала 17 октября 2022 года. Я выслала вам все аудиосообщения. Вы их все получили. Да, посмотрите, красненькие кружочки, там аудиосообщения. Исключительно с тем, что сейчас рассказывала Светлана. И не менее, не более. Так вы довольны или недовольны работой братковой? На данный период? На тот момент. На какой тот момент? Только начался учебный год. Но по сравнению с тем, что было уже. Она пообещала, что она будет к Даше прекрасно относиться. Вы все послушаете. Мне пообещал директор школы, так же вам все выслали. Что Даша будет в полной психологической и физической безопасности. Но это вдруг случилось не так. Вдруг случилось не так. Илья, не позволяйте. И почему вы не перевели? Да подождите. Мне хочется понять, как мама у вас. Это вдруг случилось не так, лишь тогда, когда началась забасковка. А, все, отлично. До этого братковой никто не позволил вести себя не так. Вы почему не слушаете? Постоянно присутствовали в школах, на уроках специалисты из магистров. Психологи не давали братковой никак не так себя вести. Все понял. Все понял. Все понял. То есть до забастовки вы были довольны тем, как ведет себя браткова. Потому что она себя вела исключительно порядочно. Родители тоже себя вели порядочно. Это ваши слова. Я так вам не говорила. Илья. А родители порядочно себя вели или нет? Илья, мы не общаемся с родителями и вообще в принципе занимаемся все своими делами. Просто вводим детей в школу. У нас нет никакого общения порядочного или непорядочного. Никакого конфликта в классе до забастовки не было. Илья, мы не общались вообще. Так был конфликт или нет до забастовки в классе? Конфликт был лишь в сентябре 2022 года. Потом мы все перестали общаться. Никаких конфликтов потом не было. Вообще не было. То есть случился конфликт в сентябре, а потом никаких конфликтов не было. И поэтому вы не общались никак, никто не с кем. Вы не переводили ребенка в другой класс, потому что никаких конфликтов не было. И все было комфортно. Слушайте, Илья, вы сейчас выглядите очень некрасиво. Я уточняю. Вы сейчас выглядите очень некрасиво перед вашими телевизорами. Почему? Я уточняю. Я не могу понять вашу позицию, поэтому уточняю. Илья, моя позиция обучать ребенка в школу. То, что я делала. Именно в этом классе, да? Илья, я не знала, что за моей спиной Бродкова разворачивает военные действия. Хорошо. Потому что постоянно в классе присутствовал магистр. Человек из магистра. Постанам психологи. У нас было все спокойно. У нас не было никаких таких конфликтов. Мы не общались в чатах. У нас ничего. То есть у нас в сентябре были конфликты. Потом все, они закончили. Я понял вас. Я вас понял. Это ответ на вопрос. Так, слушайте, Илья. Давайте перейдем ко второму вопросу. Потому что иначе мы так будем рассказывать, говорить об одном вопросе очень долго. Я понял ваш ответ. Что так нервничать? Да я не нервничаю. У меня голос такой. Какой? У меня громкий голос всегда. Ну что, мы вчера вас слушали. Запись могу показать. Вы очень хорошо можете спокойно разговаривать. Смотрите, второй вопрос. Второй вопрос. Мы будем дальше продолжать или нет? Общаться. Дороги богу, я же говорю, что я ваша, я сами разговариваю. Второй вопрос. Я сама разговариваю. А как вы думаете, почему, с чем все еще связаны нападки родителей на вас, на вашу дочь? С чем это связано? Их и нас стравила Браткова. Все. Только с этим связано. Браткова стравила классные руководители, родители между собой. То есть вот они как бы жили в своей парадигме, всем было все нормально, все хорошо. А потом Браткова взяла и натравила на вас весь класс. Почему весь? Вы прям знаете, весь класс. Вы разговариваете только с Самариной. Вы можете говорить, что весь класс? Я же вижу количество подписей под всякими обращениями. А вы сделали экспертизу, а не настоящие? Ну, вы предполагаете, что не весь класс против вас? Я предполагаю, что, конечно, не весь класс. Или вы знаете? Я не знаю, я могу только предполагать. А, предполагаете. Хорошо, я тоже предполагаю, что весь класс. Конечно, да. Вы тоже. Вот, поэтому вы предполагаете, что это не весь класс, а подписи фальшивые? Я могу хоть что предполагать. Потому что мы не сделали экспертизу, что это настоящие подписи. Даже сейчас все в право правительных органах. Ну, пусть делают экспертизу, пусть родители, видимо, вызываются, их спрашивают, кто подписывал кто что недовольство видимо какой-то процесс происходит ну да то есть вы предполагаете что не не весь класс настроен против вас а лишь некоторые родители а сколько как вам кажется родители количество там не до 5 6 3 2 как и как предполагаю я как предполагает наша прекрасная какому какому вы звоните в интервью да нет вы свои предполагали зачем как все мы предполагаем все здравомыслящие люди в это примерно 5-6 человека зачинщик понятно а все остальные подписи исходя из этого тогда получать фальсифицирован пусть устанавливает правоохранитель ну если мы логично рассуждали я ну давайте мы не утверждаем и предполагаем что тогда если 5-6 человек против вас настроены все остальные фальсифицированы подпись настроила их браткова по каким-то своим причинам как они в прошлом году вытравили еще троих детей из класса точно также не был буллинг трое трех детей из класса городкова и другие я уточнирую тогда подпись видео фальсифицированы все возможно вы так считаете ну тут по вашему вы тоже только что я же у вас спрашиваю ваше мнение как светлана я же сейчас не говорю свои утверждения я знаю вопроса мы можем это предполагать хорошо смотрите вы постоянно говорите что мои публикации особенно мое большое расследование которое было в мае 22 года темная королева глянца делают вам и вашему бизнесу пиар отлично вы мне там до вам постоянно когда где да вы мне писали в отцапе об этом я сохранил скриншоты я это публиковал в статье я это размещу я это давал в полиции скриншоты пожалуйста об этом покажите но у меня просто телефон не с собой но это все есть я я как бы могу я могу эти скриншоты потом приложить к нашей публикации вот значит вы говорили что и вы последнем интервью не интервью вернее когда мне позвонили по телефону говорили что мои все расследования мои все публикации это отличный пиар для вас этого не говорю это тоже у нас есть на записи и это вы эту запись вы выкладывали нет просто понимаете когда вы было или не было давайте я скажу свою точку зрения просто вы просто ответьте на просто было ли не было у нас до такого не было моя точка зрения такова что вы почему вы не рассказываете кто вам заказал это интервью про подождите давайте сейчас все предысторию возможно 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 вас использовали в темном почему не тщательно вопрос то илья то что вы делаете в отношении меня как и журналисты как это вы как человек это просто преступление это просто не один нормальный человек никогда не будет так себя вести и поверьте только моя сильная психика позволяет мне выдержать все ваши нападки вы нашли себе как я писала действительно достойного соперника который не дает вам про отдыху я смогла вас победить в этой вашей безумной войне вы сейчас понимаете пытаетесь что-то там сообразить а зачем можно же просто достойно выйти из этой ситуации достойно как мужчина как журналист просто сказать слава владимировна извините пожалуйста ну я ошибся да действительно у меня нет никаких доказательств конечно я к сожалению меня ввели в заблуждение гапонов вас ввел в заблуждение извините можно я выйду за телефоном я прочитаю давайте продолжать продолжать так он не дает отвечать он не дает она смотрите ну вот как бы он во первых не дает отвечать потому что он хочет чтобы я отвечала то что я не делала какие-то давала комментарии по той по этим событиям то что я не помню да да давайте да илья прям не может себя перестелить не может переписеть меня себя не может он не может настроиться на то что светлана манина святая женщина он не она не может себе перестелить никак 온 не может чтобы он не может себе позволить он не можете позволить чтобы нгс в этом году даль-лила и с trifle неманина премию мать года он не может этого сделать от вас весь город думаю ну придумайте видео подгоду потому чтобы придумаете род если вас вы конечно ради меня вы еще горы свернете поверьте мне я не отношусь в любом случае к вам как к какому-то негативному герою можно задать вопрос смотрите давайте показывать подождите сейчас сдам и давайте я сдам вопрос и покажу вам все духовые дослушать до конца мой вопрос да смотрите вы постоянно говорите что мои публикации особенно мое большое расследование темная королева глянца которая вышла в мае 22 21 года делает вам вашему магазину хороший пиар мол все это идет на пользу вашему бизнесу вот вы там не написали сразу после выхода расследования вот илья добрый вечер спасибо большое прекрасная статья это вы мне написали 11 мая вот на поле да 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 вот 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 показываю вот видите прекрасная статья благодарю вы прекрасный журналист наконец-то вы смогли пропихнуть ваш шедевр за мной подарок прекрасный пиар для меня моего бизнеса и моей книги вот светлана то ваши слова прекрасный пиар для меня для моего бизнеса и для моей книги вот в телефонном разговоре которую вы выложили все на странице вы тоже говорили мне что это отличный все эти публикации для вас отличный пиар и тогда я не так сказала я сказала под маленькой по-другому последний смысл был тот же самый я сейчас вот и вот а тут вы сказали про пиар вашему магазину и вашу бизнесу это было написано сразу после выхода статьи 11 мая 21 года вот смотрите вопрос такой а при этом вы добивайтесь чтобы ваша эта статья моя была удалена а почему это же прекрасный пиар для вас и для вашего бизнеса я когда ты стал добиваться я спрашиваю почему когда я стала добиваться что вопрос был в другом вопрос был почему вы стараетесь добиться чтобы это было удалено то что они выпасла постоянно это спекулирует там уже прекрасный пиар для вашего бизнеса смотрите давайте посмотрим во первых это я написала вам когда сами посмотрели сразу после интервью до после выхода статьи не по и после интервью вы путаете все хотя вы журналист по идее ну и почему-то журналист понятия но вы же сами говорите вы телеведущие ведущие не я телеведущие я телеведущие это бы сказали что я известна телеведущая это я сказал что известны чувачки и важно в своей статье не так вы мне в интервью сегодня скорее что вы весны теле ведут я я вам сегодня сказал что вы сделали мне зостяги creeps а понять серьгиct хорошо так то смотрите я вас сделать Shoreota перекрытие ведущей ваши уже все вы abonnочно Andy раз Vice вашему бизнесу вас отличный пиар и после этого вы пытаетесь удалить от вас我也�도 коначいい интернета публикация вот почему можно отвечать да смотрите ну во первых после того как вы совершенно безобразие выпустили двадцать первом году совершенно безобразно лживую статью вы знаете честно говорю я была в шоке потому что особенно после дальнейшего вашего поведения безобразных продолжения статьи я была в шоке от того что как мы все не защищены то есть понимаете только стоит любому предпринимателю сказать что он поддерживает путина и а кстати как у вас сейчас с навальным вы уже не в штабе навального нету просто зачем перепрыгивать смотрите когда журналисты илья калинин открыто заявлял что он штабе навального и он начал безобразности это у не штабе навального это кривита вы об этом писали дальше разговаривать я об этом не писал у нас есть скриншоты ваших социальных сетей это не писал нет ну значит врут люди врут люди у вас видимо фотошопы а да да как интересно вы выкручиваете ничего интересного самое главное вовремя приобуться в воздухе люди делали заявление для всех я рада что слона манина благодаря светлане манина илья калинин перестал быть в штабе навальным остался нашу как этого и не было браво или а браво этого и не было я никогда не опубликуем я никогда не был штабе навальным я вообще никогда за свою журналистскую карьеру и до нее не относился ни к одной партии политической ник про властной не к оппозиционной я никогда не стоял никаких политических структурах вот это что расскажу сейчас светлана манина это является клеветой это является клеветой по сути и более того это является иском на клевету потому что это сейчас получает светлана манина меня как бы обвиняют в экстремизме потому что системы а потому что заваленного это является экстремистской организацией а раньше то когда вы были они были они признаны а вы же утверждаете что стою до сих пор я спросил илья я спросил а вы сейчас до сих пор ставлю штабе навальный а вы что сказали нет я уже не там я уже не там я там и не был я там и не был светлана вы сейчас спрашиваете вопрос хорошо почему тогда вы обращаетесь к своему другу варламову для вот эти публикации все предоставляете почему вы же это все писали вы же сами сальций в соцсетях конечно скриншоты все есть сейчас рассказывайте какую-то совершенно полную чушь потому что это не полно потому что что светлана манина сейчас буквально делает заявление которые являются меня в экстремизме в данном случае я спросила вас вы до сих пор еще в штабе навального я к этому не был а почему вы не проверяете информацию а почему вы не проверяете информацию для калинин где покажите доказательства дальше договорите дальше почему вы требуете статью которая является хорошим пиаром для вашего бизнеса который является хорошим пиаром для вашей книги которую вы еще не написали который является хорошим пиаром для чего-то там еще для вас лично почему добивайтесь убрать статью я объясняю вам еще раз пытайся начать объяснять но вы постоянно начинаете меня перебывать я конечно понимаю что вы очень ждали нашей встречи больше двух лет наконец-то вы дождались да да я понимаю да можете вырезать это вообще выдумано непонятно кем мне кажется что вами но я вновь да ну потому что вы об этом вы не читаете брикотина вот не знаю я не читаю брикотина я читаю брикотина мне интересно видите может быть это ваш друг нет и вы совместно выдумали это не мой друг и никогда он им не было мы я думаю что как бы не будет на ответ на вопрос смотрите да получается что любой любого человека да то есть если илья калинин ну хорошо давайте не будем про навального давайте будем про вашей дружбы с гапоновым вы являетесь другом или господи григория гапонова которые с очень плохой репутации который мне продавал к поддельные картинки потому что мы еще до сих пор это не пускаем жалеем его семью там есть бывшая жена и двое детей мне как это но не хочется чтобы они финансирования какого-то как копеечного от него лишились и то есть вам просто пришел гапонов предложил как и мне когда-то он познакомил нас с вами как вы знаете где и как вы знаете при каких условиях нас познакомили забыли мы с вами познакомились вам напомнить отвечу на вопрос на мой я отвечаю на вопрос и получается что вы помните вопрос да я помню вопрос я отвечаю на вопрос мне кажется вы отвечать не на вопрос рассказывать какую-то другую историю и вот получается что гапонов который имеет дружбу с ильей калининым который мне Гапонов объяснял, что стоит... У Ильи Калинина, я могу подтвердить это, может подтвердить весь мой коллектив и мои друзья, которые это слышали, как Гапонов говорит, что у Ильи Калинина стоит хорошее интервью, хорошая статья на тот момент в 2021 году, когда мы познакомились в начале года, у Ильи Калинина хорошая статья 10 тысяч рублей, кого-нибудь обосрать стоит 20 тысяч рублей. Это слова Гапонова. Подтвердить могут все, кто это слышал. Это слышали очень большое количество людей. Я сказала, хорошо. Я говорю, мне никого гадостью поливать, это не моя, мне это не надо. За хорошую статью я заплатила, когда Женю Феофилактову привозили, то есть она приезжала к нам в город, мы были в зале правительства на проекте «Женщина-бизнес-женщина», очень интересном и сильном проекте для нашего бизнеса. Кому вы заплатили? Уточните. Гапонова. Мы заплатили 10 тысяч рублей, когда он запубликовал. А, то есть вы заплатили 10 тысяч рублей Гапонову, но при этом я писал новость. Да, вы написали две новости. Да? У нас есть вся переписка с Гапоновым, я спросила у него, а где новость-то, где там я-то? Вас получается развели на деньги, а почему-то вы сейчас говорите о том, что я беру деньги. У меня есть переписка с Гапоновым, когда он первую новость мне скидывает, я говорю, так, подожди, а где я-то там? Я там, за что заплатила-то? А он мне пишет, подожди, сейчас будет вторая статья. А во второй статье, естественно, есть... Вас развели на деньги, а вы сейчас обвиняете меня в том, что я беру деньги. Я рассказываю, как появилась вообще вся эта история с этой статьей. Ну а просто почему вы добиваетесь публикации, которые... Я отвечаю на свой вопрос. Вы на свои вопросы отвечаете, а не на мои. Нет, вы что-то нервничаете, я же не вас обвиняю. Вы отвечаете на свои вопросы. Почему вы отвечаете на свои вопросы? Светлана, ответьте на мой вопрос. Я хочу ответить на мой вопрос. Почему вы добиваетесь того, чтобы убрали статью, которая является хорошим пиаром для бизнеса, для вашего, для вас, для вашей... Потому что вы спекулируете, потому что вы вовлекли моего ребенка, вы стали писать ложь моего ребенка, вы спекулируете на моей фамилии и имени. Я хочу, чтобы удалились все эти статьи, потому что изначально, понимаете, моя позиция была, я никак никому не давала интервью, вам никаких комментариев по поводу первого безобразной статьи, потому что жена Цезаря выше подозрений, как говорится, понимаете, я не собираюсь на какие-то чушь, на вашу чушь как-то реагировать, зачем? Ну, грязь ко мне никогда не прилипала и не прилипнет, понимаете, как я вам говорила, вы сами весь изморались. Почему вы пытаетесь добиться? Потому что вы вовлекли в это моего ребенка. Подождите, мы сейчас вовлекли в вашу статью, потому что вы вовлекли в эти скандалы моего ребенка. В той статье, в которой вы добиваетесь удаления, там ни слова нет про вашего ребенка, темная королева глянца, а вы пытаетесь ее удалить? Да, потому что сейчас я хочу, чтобы вы удалили все статьи, которые... А почему вы туда ходили удалить статью? Ну, потому что это вранье, раз мы уже начали с вами какие-то судебные дела. Так оно же вам на пользу идет. Ну, это вам так кажется. Вашему бизнесу. Это вам так кажется. Это вы мне так говорите? Я вам так не говорю. В 11-го числа, когда моя первая реакция была, что я должна была ответить, как женщина? Это была моя такая реакция, потому что сказать вам, слушай, ну такой бред. Хорошо, ладно. Это была лишь моя первая реакция. Я вам говорю, что вы наносите огромный вред моему бизнесу и мне. Вы наносите огромный вред. Огромный. Понимаете? Огромный. Вы же говорили пользу. Это было 11-го числа, которое после... Тогда была польза, сейчас вред. Хорошо, я понял. У меня была польза, после этого больше двух лет вреда. Отлично. У вас, либо у ваших юридических лиц, через которые вы осуществляете деятельность вашего магазина, есть многомиллионные долги, признанные судами? О чем вы говорите немного, понятно. Вы сейчас, мы пришли разговаривать. Вы вот это все вот эти... Ну вы сейчас говорите про эту статью. Вот эти все вопросы мы с вами перевели в плоскость разбирательства в суде. Мы сейчас можете ответить на этот вопрос? Конечно нет, мы будем это все в суде. Сейчас вы не можете. Хорошо, следующий вопрос. Я не буду отвечать на эти вопросы, потому что у нас это является судебными разбирательствами, которые я подвала на список 100 миллионов рублей. Вы мне можете ответить на вопросы? Хорошо. Следующий вопрос. Вы действительно судились за мошенничество в 2010 году в Зальцовском суде и признаны виновны в совершении мошенничества по третьей части статьи 159? Так это или не так? Я считаю, что такие вопросы вы мне вообще не можете задавать. Почему? Потому что. Почему? Ну объясните, почему я не могу такие вопросы задавать. Потому что вы мне такие вопросы... Потому что это у нас тоже является разбирательством в суде против вас иск. Вот это все, что... Это не запрещает вам отвечать на эти вопросы? Нет, давайте я вам тогда обозначу то, чтобы вы сейчас не напрягались, вот эти вопросы мне не задавали. Смотрите, то, что... Вот просто я сейчас объясняю для вас и для телезрителей. То, что сейчас касается наших судебных разбирательств, моими адвокатами подан иск на вас за первую статью, и за статью вторую одновременно, которую вы сделали осенью 13 октября, по-моему, 2022 года. Это все у нас находится в судебном разбирательстве. Вот там... Судебное разбирательство не исключает и не запрещает вам отвечать на эти вопросы. Я вам отвечаю, как Светлана Манина, что я не буду отвечать на те вопросы сейчас, которые у нас сейчас идет в судебное разбирательство. Почему? Потому что я так считаю, так нужно. Потому что я хочу, чтобы вы предоставили доказательства, и я буду публиковать это в своих соцсетях. Я буду делать пиар себе и соцсетям на основании того, что я буду писать, как уже писала, каждое судебное заседание. Мы будем выслушивать от вас все доказательства, которые у вас есть, и мы будем это публиковать. Поэтому сейчас мы это не обсуждаем. В принципе, доказательства не есть даже на сайте Зайцовского суда. Илья, вы вообще... Понимаете, в открытом источнике. Илья, вот эти вопросы по двум статьям мы перевели в плоскость суда. На сайте суда я просто прочитаю. Да не надо, я говорю, не напрягайтесь. Почему? А зачем? Чтобы зрители знали. Есть приговор, есть дело, обозначенное на сайте Зайцовского суда, о том, что... Там написано, что это Светлана Манина? Судакова Светлана Владимировна. А где там Манина? Где там Манина? То есть вы не знаете, что такая Судакова Светлана Владимировна? Я говорю, вы в суд все принесете. Вы не знаете, насколько это Судакова. Вы в суде все принесете. Вы все в суд принесете, все доказательства. Как будем разбираться? Чтобы наши читатели понимали, Судакова это фамилия Светланы Девичьей. Где у вас доказательства? Это Девичья фамилия. А где? Ну где доказательства, что это моя Девичья фамилия? У вас есть доказательства? Приносите мне их сейчас, что это мои дети, фамилия. Хорошо. Некто Судакова Светлана Владимировна. Зачем вы это сейчас говорите? Вы это уже написали. Я это говорю. Хорошо говорите. Сами себе говорите. Зайльцовский районный суд. Илья, я не отвечаю на эти вопросы, которые у нас в суде. В 2010 году провел заседание и вынес решение о том, что некто Судакова Светлана Владимировна, она установила, что она совершила преступление. По эпизоду номер один мошенничество. И по эпизоду номер два тоже мошенничество. И было вынесено решение суда, где говорила, что признать Судакова Светлану Владимировну. А где у вас? Откуда у вас это решение суда? Такого-то, такого-то. Илья, откуда у вас такое решение суда? На сайте есть суды, суды застанет. Такие эти сведения? Да, конечно. Виновной вы... А для чего вы это сейчас говорите, если мы это все будем... В совершении преступления предусмотрено статьей 159, часть третья. Это чтобы читать наши, понимали, о чем идет речь. Потому что... Как это относится к нашему... Вы же не отвечаете на этот вопрос. А как это относится к забастовке? Вы же не отвечаете? А как это относится к тяжкому ряду здоровья? Или это дальше мы продолжаете? Это относится к нашей гости в студии, к Светлане Маниной. Как это относится к травме... Которая является героиней различных публикаций. А как это относится к травме моего ребенка? Вы мне объясните. Никак не относится. Но это относится к нашей героине сегодняшней. Вот. К ее претензиям каким-то там и к нам в том числе. Мои претензии я высказала все в суде. Вы в полиции. Вы претензии высказали в полиции мне. Вам отказали. Я понял. Что дальше? На вопрос, значит, о мошенничестве вы не ответили. Я просто... Я ответила, что мы будем все в суде с вами решать. Вы будете доказывать все вот это в суде. И мы будем все публиковать постепенно. Зачем же я буду вам столько... А я нашим читателям... Столько же лишу вас таких кучи всяких публикаций. А я нашим читателям дал понять. Я буду наслаждаться вашими дальнейшими фантазиями. А я нашим читателям дал понять, о чем идет речь, собственно говоря. Что это? Вы это пишете в каждой статье, господи. Что это? Вы как мантру повторяете все эти слова. В каждой статье вы это пишете. Пишите и пишите. Ну, давайте еще раз скажите, прочитайте. Ну, если вы не даете сказать, я скажу. Я всего лишь навсего дал нашим читателям понять, что, собственно говоря, речь... То есть вы до этого не давали это понять? То есть до этого они ничего не поняли? Вы считаете, что такие глупые наши читатели? Что они никак не могли это понять? У нас разные читатели. Есть те, которые... есть те которые первый раз может быть увидели вас увидели вас меня я сомневаюсь не вы сделали все так что сколько вы сказали просмотров первой статьи уже 250 тысяч вы побили все рекорды нет я побили это я побила обо мне читают они о вас вы хотите убрать эту статью то есть вы меня просите хорошо как вы написали тогда вы со мной делитесь пожалуйста нгс со мной делится хорошо вашему бизнесу это должен бизнеса моему плохо смотрите мы посмотрели обороты нгс за прошлый год они выросли примерно по 800 тысяч прибыли оборотов понятия не имею то есть вашей вашей фирмы которым подали из 800 более 700 тысяч там и чистая прибыль ну то есть значит надо делиться раз вы используете мы сейчас просто приехали сюда чтобы поставить нас на счетчик говорит приходит приходит конечно конечно делиться я поэтому суд подала потому что делиться на вопрос а были вы признаны судом машине мошенницей я не буду отвечать потому что я не так не сказала вы расскажете все в суде и мы посмотрим да кому же вас для чего пригласили чтобы ответить на разные вопросы а да на разные уже я думала мы о школе будем говорить на разные у нас была светлана манина я вам еще раз повторяю что я все вопросы которые по первой и второй статье мы разбираем в суде железнодорожного района у судьи правильно все там вы будете приходить и кстати почему у вас не было судебных заседаний я думала там вас второй раз жизнь не увижу посмотрите как бы как вы выглядите жизнь последний вопрос который я хотел бы сдать да конечно а потому что да как вы видите окончание этой истории со скандалом гимназии номер 10 кто должен на ваш взгляд извиниться кто остаться кто уйти вот ваше видение финала этой истории а ну какое расскажите мое видение финала этой истории я могу только предполагать в рамках правового поля в рамках законов как бы и всего что насколько мои очень хорошие как вы знаете адвокаты не знаю почему вы пишете в статьях что мой адвокат от меня отказался эльвира александровна всегда есть и была моим адвокатом потому что нам я об этом сказал по телефонному разговору записано на аудио предоставить аудио зачем запрос суде при будете предоставлять у нас предоставить суде все предоставить я просто говорю готовьте еще к этому в суде что предоставлять изучив полностью все материалы проконсультировавшись и с департаментом и с правоохранительными органами то есть ведется расследование я вижу финал этой истории такой что естественно брат ну вот как вы как мы все уже знаем что шодина была уволена браткова будет естественно браткова будет уволена либо по собственному желанию либо она будет уволена по какой-то статье до трудового кодекса и естественно на не будет и думаю больше никогда уже работать с детьми потому что это чудовищно что она вытворяла все это время это просто издевательство над детьми прежде прежде все очередь и так как создалась такая конфликтная ситуация родителями конечно тут важна безопасность детей и психологический климат детишек то есть для меня эти дети и для моей даши это ее друзья они все спокойно общаются дружат сейчас они учатся да все происходит под наблюдением естественно специалистов все происходит очень спокойно и никто из детей даже буллинг буллинг и травлю и бойкота не объявлял это сделали родители и для того чтобы дальше нам существовать 10 гимназии мы же думаем о детях тут же не родители учатся а дети именно чтобы дальше эти родители не придумывали уже новые какие-то истории новое стравливание детей для меня изначально то есть я же не озвучила свою позицию для меня изначально нужно чтобы моего ребенка вообще оградили от этих всяких не от детей от этих родителей которые могут опять как-то провоцировать и детей и вот эти будущие конфликты и сейчас создано я так знаю что 25 числа будет подписан приказ что он очень подписан как вы там все утверждаете 25 числа будет подписан приказ после окончания наших деток учебного года создание д-класса для безопасности прежде всего очередь детей и климата чтобы родители больше не вздумали это все вмешиваться даша остается в а классе кто желающие дети с дашей остаются в классе будет я не знаю может уже дополнительный набор уже многие я только что сегодня вчера и сегодня рассказал разговаривала с новым директором очень хорошее впечатление составила уже много детей хотят родители точнее чтобы учиться с дашей в классе не из нашей школы я имею ввиду а других школ уже проявили желание поступить в 10 гимназию в а-класс и они будут приниматься если они будут соответствовать но как бы нашим высоким стандартам десятки потому что у нас же сильно усиленная программа в гимназии идет усиленная программа тем более углубленный английский язык даша сильней в сильной половине наш класс разделен на две половины по английскому даже в сильной половине то есть будут будет как бы такой отбор уже желание желающие есть им более того строится около гимназии еще дома которые там также будут дети и родители по прописке и получается что дети которые захотят прийти не дети родители которые захотят d-класс они придут в д-класс так как другие классы не хотят брать себе то есть было был вопрос первую очередь поставь нас расформирование класса но так как и другие родители не хотят никаких вот скандальных родителей к себе таких как самарина баровских поэтому ради детей создается d-классы и вот кто желающий будут учиться в d-классе родителей и там уже они должны будут естественно вести себя спокойно и если будут какие-то конфликты они естественно как вы понимаете будут так как люди привыкли конфликтовать они уже знают что это такое ну по крайней мере мы будем а без наша безопасность будет моего ребенка полностью каких-то конфликтов будущих то есть я правильно вас понял что вы не будете добиваться перевода ребенка вашего в d-класс то есть пускай туда уйдут те кто на вас наезжал а вы с ребенком ребенок останется во классе куда где останутся другие родители которые вас могут где дети родители которые вас поддерживали и придут на ученики я правильно понимаю я то что вы пишете новости уже как-то их придумать и нас не было такого у нас не было вопроса чтобы приводиться в d-класс нет я сейчас просто из того чтобы из того что вы рассказали я просто переспросил чтобы я правильно понял или вы почему-то ваш мир как бы знаете ли я какой-то вот такой сумбурный да да мы просто простой был я вам только что сказал что даша остается в а классе вы опять меня я уточнил потому что я когда я буду дать идет из а класса потому что мы учимся в классе хорошо вы придумаете такой какой-то бурный какой-то бурная фантазия бурный мир какие-то там что я придумала ваша речь строится ваша речь строится да я всего лишь навсего уточнил обобщение сделал чтобы было понятно да я не понял из вашего рассказа поэтому уточнил да если вы не поняли то я вам уточню даша останется в а классе отлично теперь я понял вам образ такой не теперь встретимся вероятно только в суде на кого же похожи на образ серого волка вам не подходят красные шапочки знаете вы не шапочка я не волк вы далеко не шапочка я далеко не волк и ваши фантазии сказочные которые вы знаете вы такой видимо так готовились к моей встрече сделали вы сделали какую-то такую прическу на серого волка я думаю как вы же похожи похожи на серого волка вижу как вы видите как-то подготовлен а вот вы не готовились к моей встрече даже прическу не делали да я так все хорошо выгляжу я не за чем я спасибо что пришли к нам не случайно всегда когда к встрече со мной все готовятся специально да спасибо что вы к нам пришли светлана спасибо наших нашим читателям и зрителям что вы досмотрели это полутора полуторачасовое видео до конца вот собственно говоря я думаю что у нас еще будет поводы с вами пообщаться с удовольствием время пожалуйста мои звонки которые я так разблокируйте до этого начало для меня для этого звонки светлана звонки я же вам звоню телефон у вас автоотвече включен я говорю светлана говорю я вам звоню по такому-то поводу будьте добры наберите меня когда будет удобно а вы не набираете я слышу все я буду теперь отвечать всегда на вашу отлично вот я рад что вы будете отвечать потому что я у звоню сюда по работе когда есть необходимость нервничать так сильно я буду вам отвечать и перезвонить хорошо я обещаю вам уважаемые читатели что не буду нервничать так сильно что по совету сетланой майной я успокоюсь я пропью какой-нибудь там не знаю на стройке его на там зачем 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 она кстати она хорошая вещь увидите вы знаете да ну иногда да после ваших статьи приходится вывести а вы чаще вы чаще больше пейте я послушаюсь вашего совета буду чаще и больше пить на стойку пиона если вы готовы вы то есть мне говорите что вы будете дальше продолжать фантазии мы всего лишь навсего рассказываем о событиях которые происходят в городе которая волнует наших читателей волнует город а то что наших читателей волнуют именно эти события а ваших читателей волнует о чем мы пишем потому что это можно всегда увидеть под каждой публикации внизу есть счетчик просмотров каменная реальный вот как сами такая реально звездная парочка по счетчике просмотров это все фиксируется по индивидуальном айпи ну то есть я просто думала что я просто думала что это как-то накрученное если там действительно такие реальные просмотр utilise очень часто что-то не знают а потом домысливаете а это очень это очень опасно это очень опасно это дал очень опасно вы придумываете свою культа реальность и начинаете и озвучивать так же как вы придумаете реальность озвучиваете а реальности это не существует мы показываем именты я предоставляю вам документов и почему-то себя и игнорируете, ни разу не напечатали документы, которые я вам предоставляю, реальные документы, а лишь пишите о том, чего нету, и без всяких доказательств. Ваши читатели и наши читатели могут сравнить... А, мои читатели уже. Ну, конечно, потому что вы реальные, как вы говорите, реальные документы выкладываете всегда у себя на канале. Не всегда, вот недавно что-то делать. Вот, и, собственно говоря, ваши читатели могут посмотреть, насколько они реальны, насколько они отражают действительность. А то есть вы можете полагать, что мои документы, которые я выкладываю, нереальны? Я ничего не полагаю, я просто говорю, что читатели сами могут почитать ваши документы и понять, насколько они реальны. Насколько они имеют отношение к ситуации, насколько они подтверждают слова, которые вы постоянно пишете, насколько они соответствуют тому, что вы пишете, или они просто лежали где-то в соседней пачечке документов. Поэтому это читатели сделают вывод. И те документы, которые вы мне сбрасываете, вы же выкладываете у себя их соцсетей? У меня такой еще вопрос у вас. Вот эти безумные комментарии, которые пишутся под вашими статьями, вы как-то как НГС, я вас, Анна, тоже спрашиваю, у вас есть возможность, вы видите, кто это пишет? Вы же понимаете по ID, кто пишет эти комментарии? Ну как-то, есть просто номер ID. Ну то есть, ну никак, вы это не можете отслеживать, да? Это вы сейчас спрашиваете, чтобы мы не поняли, сможете ли вы писать комментарии теперь с разных ID или нет? Это я теперь говорю для того, чтобы, это я говорю, подвожу, подвожу, зная ваши все вопросы. Светлана, мы вам не расскажем, сможем ли мы ваши комментарии вычислять. Подождите. Но техническая, теоретически... Конечно, нет. Но теоретически такая техническая возможность у нас есть. Так что вы бойтесь. Если вы будете писать 100 комментариев под разными никами, мы об этом, если захотим, узнаем. Конечно, можем. По желаниям мы узнаем. Смотрите. Вот так вот нет. Илья, по чему? Думаете, я трачу на это время? Я думаю, что ваши рабы на это... В кавычках рабы, конечно, тратят на это время. Вы считаете, что у меня есть рабы? Я говорю, в кавычках. В кавычках. В кавычках. Я же даже показал кавычки. Светлана, у вас вроде должно быть чувство юмора какое-то. А вы как-то всерьез, вы буквально воспринимаете все... Слушайте, Илья, вы меня не предстоите удивлять, конечно. Да. Не предстоит меня удивлять. Слушайте, ну просто знаете, для чего я задала этот вопрос? То есть я никогда не пишу никаких комментариев, в принципе, под теми постами, что пишет Илья Калинин. Потому что, ну, смысла нет, потому что я как здравомыслящий человек... Статьи вы имеете в виду или статьи? Ой, статьи, извините, статьи. Потому что я же понимаю, что любой ID можно вычислить, кто это пишет. Извините, я не хочу, чтобы когда-то Илья Калинин написал, а вот это Светлана Манина, это ее ID. И, естественно, я никогда не пишу ничего. Я лишь только иногда, когда есть возможность, почитаю, посмеюсь над этими комментариями. Ну, хорошо. Мне фантазии всегда очень удивительны. Понимаете, что любой ID, через правоохранительные органы, какие-то угрозы, можно все это вычлить, написать заявление в полицию. Может быть, мы на кого-то там и найти ID сделаем такие заявления, не знаю, посмотрим, как будут развиваться события. Просто я сама... У нас угрозы удаляются в правилах. Да, потому что я читала. Вы вряд ли их найдете там. Нет, они могут быть, наверное, у нас это называется постмодерация. То есть у нас появляется какой-то комментарий, после этого модератор его видит и удаляет. Угрозы, я делала скриншот, они были у вас на... Ну, я вам объясняю. Это называется постмодерация. Это когда комментарий появляется в прямом режиме. Илья, можно я вам задам вопрос? Вот, чтобы вы понимали. А потом его удаляли. Я все поняла. Смотрите, можно я задам вопрос? Только вы не нервничайте, я вас прошу. Смотрите, когда вы вот сейчас... Ну, это мое личное мнение, возможно, оно ошибочное. Когда вы сейчас подогрели вот эту вот Асамарину, вот этих вот нескольких родительниц, вот к этой забастовке, вот к этому всему событию. Ну, мне так показалось, что вы подогрели именно этих людей. Вы не подумали о детях? Вы не подумали, что дети не будут учиться три недели, и будут очень сильно переживать? И очень будут... Дети же любят учиться, дети любят Дашу. Вы об этом не подумали, когда вот вы вот раскачали вот этих людей? Я могу ответить, да? Ну, это мое мнение, я так думаю. Изначально ваше слово подогрели, раскачали, оно не имеет никакого отношения к действительности, поэтому ваш вопрос тоже не имеет никакого отношения. Потому что то же самое, что я бы вас спросил. Светлана, а вы по утрам уже перестали пить коньяк? Ответьте на вопрос. Вы бухать перестали по утрам? А вы думаете, что я когда-то пила вообще? Вот, видите? Вот вы как бы трезво рассуждаете. Поэтому вопрос о том, что вы подогрели... Я вам подарю сегодня эту кепку. Вы подогрели. Сейчас я принесу сама даже. Вы подогрели, а ты все-таки бухали? Смеетесь, что ли? Не знаю. Я не пью вообще скурку. Я спрашиваю. Илья, давайте я сразу обозначу для всех комментаторов сумасшедших, которые там пишут гадость, для фантазии. Я никогда не курила в своей жизни. Я никогда, как бы, как вам сказать, не принимала наркотики. Даже не пробовала их. Не пробовала курить. Я не пью спиртного, в принципе, потому что... Ну, я могу выпить, например, бокал Просека в Италии, или во Франции бокал Розе. То есть, ну, попасть... Сейчас никак. К сожалению, сейчас после... Почему, к сожалению? Ну, потому что сейчас, к сожалению, никак. Почему, к сожалению? Потому что я люблю Италию, люблю Францию. Подождите, это... Я вот, к сожалению, никак не могу нам попасть. Это вражеские нам страны. Ну, Илья, ну, там же... Подождите, там живут обычные граждане, которые любят Россию, любят Путина. Это страны вражеские. Слушай, те, ну, по-не... Илья... Они даже названы вражескими странами нашим государством. Илья, лучший друг Владимира Владимировича Путина берлускони он итальянец он не перестал быть его другом не перестал почему-то вражеская потому что такие политические события вы же все это знаете прекрасно но к сожалению такая ситуация возникла в мире ну как бы вот и я люблю италии мне там очень много друзей мы перезваниваемся постоянно тогда вот меня тоже когда мы с вами раз говорили в этом что смеялись как бы но я вам серьезно говорю я не думал что мы с вами долго будем разговаривать обо всем еще просто любите очень сильно поговорить я поэтому я люблю поговорить и поэтому сладом они мне звонить постоянно что вы просили меня чтобы я перезвонил вы же через ирину попросили чтобы я вас спросил месяц назад перезвонить конкретной новости которые писал вы через месяц не перезваниваете и начинаете говорить о том что я вас влюблен илья ну господи ну почему 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 вы постоянно говорите мне что я вот эти про влюбленность мы сейчас когда вы мне говорите постоянно иначе про италию про ситуацию серьезную как страдать сейчас это не выкладываете свои записи вы сами выкладываете свои разговоры соцсети где вы об этом говорите я говорю светлана извините меня нет вы вы не вот тоже расставить светлана не в моем вкусе абсолютно не в моем вкусе это женщина абсолютно не в моем вкусе вот более того как бы у меня есть конечно в моем вкусе вот а теперь мы все понимаем почему Светлана манина мне названивает и рассказывает что я в нее влюблен потому что а я то в ее вкусе а она не в моем не боюсь это признаться что вы можете быть в моем вкусе это нормальная ситуация я просто говорю я даже не боялся когда мы в школе находимся что нам страшно сказать что нам девочка нравится или мальчик нам уже с вами уже скоро по 50 лет и поэтому мне страшно сказать что вы не в моем вкусе ну просто не в моем вкусе абсолютно вы еще раз расскажите чтобы точно точно вы поняли что вы еще раз повторите я могу вам сказать об этом сто раз если вы об этом это поймете скажите сто раз а вы это поймете мне вообще как бы еще не поняли что мне все равно Так вы же говорите, что я в вашем вкусе. Илья, только вы что об этом говорите? Илья, вы сейчас постоянно об этом зачем-то говорите? Только что была запись, где вы ответили на вопрос моей коллеги, что я в вашем вкусе. Я еще посмеялся после этого. А почему? Ваша коллега мне сказала, Илья, может быть, в вашем вкусе? Я сказала, да, может быть. Нет, она сказала не так. Она сказала, Илья, о вашем вкусе вы сказали, да? Так, ну у вас фантазии. Вы прям так проходите, чтобы именно так я сказала, а именно так спросили. Это на видео все увидят люди. Илья, если вы хотите, чтобы я сказала, в моем вы вкусе или нет, я вам говорю, да, вы в моем вкусе. Вы уже сказали чуть раньше. Да. Лицкий сад. А ваша дочь, Даша, когда-нибудь к вам подходила и говорила, мам, ну хватит уже все это, я хочу нормальной жизни. Вот, кстати, очень хороший вопрос. Смотрите, я могу вам сказать, что мой ребенок вообще от этой ситуации полностью огражден. Она ко мне не может подойти с этим вопросом, потому что Дашу, ни я, ни учителя, никто не ставит вот в эти известности об этих событиях. То есть, понимаете, благодаря нашим сильным психологам Департамента образования, благодаря нашим сильным учителям, которые занимаются с Дашей и не позволяют Бородковой не сказать ничего лишнего, Даша не вовлечена в эту ситуацию. Я же вам еще раз рассказываю, что дети были дружны и дети не враждовали между собой. А Даша сколько лет сейчас? Скоро будет 10, через месяц, да? Но они же все с телефона, они же обмениваются. Да, вот когда, я, кстати, хорошо, что вы сказали, я выпустила этот момент, ну просто много же событий. Когда детки не вышли, когда их родители не вывели, не пустили учиться, да, я считаю, совершили преступление против своих же детей, Даша пришла в класс, и никого нет, естественно, там уже, это же были в шоке все учителя и родители, там просто, ой, не родители, все учителя, потому что там было несколько человек из департамента, сразу приехали представители департамента, целая делегация. Бородкова не вышла в школу, как вы все знаете, да, и были назначены другие преподаватели, и приходят в пустой класс, где только одна Даша. Даша написала, у меня есть это переписка, могу вам тоже предоставить, если интересно, звуковые сообщения. Даша спрашивает у своей подружки, у Кати, где, ну как обычно они друг к другу, когда приходят, там, ты где, ты где, а Катя ей говорит, а ты что, в школе, что ли, она ее спрашивает, она говорит, да, ну так типа, у нас же, говорит, забастовка, там, ну то есть переписка, она такая, говорит, какая забастовка. И, то есть, эти родители ввели дело, понимаете, в курс дела детей, то есть, ну это вообще безобразие полнейшее. И потом она, видимо, у мамы там что-то спросила, почему там Даша в классе, она потом Даше звуковое сообщение, по-моему, отправляет или пишет, что, а кроме тебя там сегодня никого не будет. Естественно, звуковое, ну как бы, вот это все, ну я могу вам предоставить, то есть, я скриншоты сделала, переслала эти сообщения, на что Даша, естественно, стала плакать, она стала мне звонить по видеосвязи, там, с учителями. Я говорю, мама, ну то есть, мама, забери меня туда-сё, меня стали уговаривать, ну то есть, мне все это рассказали, что они там сами, учителя, стоят, чуть ли не плачут, они в шоке были, мы говорим, мы не знаем, что делать. Это, говорит, вообще просто нонсенс, как Браткова могла так поступить, то есть, как эти родители могли так поступить вообще, то есть, ну события, конечно, из ряда вон выходящие, нарушение прав детей, в первую очередь своих. И быстренько мы Дашу успокоили, меня успокоили, как бы, ну как бы, я была, я хотела бы тут же приехать, Дашу, естественно, забрать, но сумели по видеосвязи, и я правильные слова нашла сразу, я сразу же перегруппировала, естественно, такая стрессовая ситуация, да, для моего ребенка, естественно, для меня, потому что отражение это идет ко мне сразу. Дашу мы успокоили, мы продолжили занятия, вектор Ольга Шойдина на тот момент стала очень хорошим человеком, она попросила меня Дашу водить на учебу, у меня есть тоже эта аудиозапись, она говорит, Слава Владимировна, пожалуйста, только водите Дашу, пожалуйста, не прерывайте занятия, то есть, мы все комфортные условия создадим, и все, и поэтому Даша успокоилась, она сказала, да, хорошо, я буду учиться, и Даше сказали все, что эти родители будут наказаны, что против детей так нельзя, то есть, ей объяснили это быстро, что так нельзя против детей своих вести себя, она все это поняла, Даша, Даша такая же сильная психика, как у меня, раз я выдержала ваши нападки, и Даша очень спокойно, то есть, ей это все объяснили, и она как-то спокойно начала просто учиться, и ждать, когда, ну, как бы просто учиться, то есть, мы не стали усугублять, как-то объяснили, она все поняла, и все. А ты лично ей что сказали в поведении себя? Я сказала ей, Дашенька, то есть, Даша же как бы успокоится, то есть, ее там дети успокаивали, ой, не дети, родители, ой, господи, учителя, вот сейчас, ну, просто сейчас буду вспоминать, что я ей сказала, то есть, у меня же тоже был стресс, я ей сказала, Дашулечка, надо все равно учиться, учителя очень хорошие, она начала мне говорить про каких-то, ну, там же новые учителя, потому что Браткова же, типа, взяла больничный, и я сказала, Алла Герман, она очень хорошая преподаватель, я говорю, Даша, она очень добрая, она очень-очень хорошая, то есть, я начала акцент делать на преподавателя, который вот сейчас им назначили, я говорю, очень хорошая, ты что там, Наталья Ильинична, это наш социальный педагог, они очень хорошего мнения, то есть, для Даши важно мнение вот таких очень хороших учителей, как бы, я ей сказала, что это очень тебе повезло, что она берет очень, когда только сильных деток, тебе повезло, там, то есть, ну, я перевела вот на это все русло. Успокоили ребенка? Очень успокоили, да. Да, она продолжала учиться одна, все три недели, и она об этом даже, там помогали и учителя, и родители. Детки других классов Дашу сильно поддерживали. Даже сейчас, когда все дети вышли, к Даши постоянно подходят и старшеклассники, ну, пятые, шестые такие вот классы, и другие классы подходят. Даша очень сильно поддерживает, говорят ей постоянно комплименты. Ну, такой способ поддержки, другие детки из нашего класса это видят. Они, конечно, ну, то есть, мы стараемся, чтобы, я говорю, Даша, ну, вы должны очень дружно быть всегда, говорю, ну, как сказать, Даша очень, как вы, вы же знаете, прекрасно вам уже рассказывали, Даша очень умная девочка. Но получается, все равно она в курсе каких-то событий? Она стала в курсе, она стала в курсе, потому что ее вовлекла одноклассница, так бы она, да, она в курсе, да, и благодаря нашим учителям, слава богу, все это было налажено тут же, и Даша спокойно училась. И Бродкова, когда ее заставили выйти из больничного, она же, Даша, мама, Даша мне сказала, мама такая добрая стала, мамочка, дай ей, пожалуйста, второй шанс. Она так изменилась. То есть, пожалуй, это слышали другие журналисты, потому что у меня журналисты присутствовали на записи другой программы, и они слышали, как Даша мне по телефону рассказала, мама, там, Бродкова, там такая добрая стала, мамочка, пожалуйста, дай ей еще один шанс. Я говорю, ну, хорошо. Это мои слова. Это мои слова. Почему появилось такое слово «отдать один шанс»? Это я всегда говорю, что человеку, когда что-то происходит, в любой ситуации, я всегда говорю, человеку надо давать еще шанс. И не один, а много шансов. Я даю Илье Калинину очень много шансов. И дам, видимо, очень много шансов стать настоящим журналистом, настоящим мужчиной, настоящим человеком. То есть, дать шанс – это мое слово-выражение, которое Даша просто его использует, так как я использую в лексиконе в разных случаях «дать шанс». Вот и все. То есть, необдуманно использует, потому что раньше она про эти ситуации не знала ничего. Почему необдуманно? Это ваша точка зрения? Нет. Но если вы говорите, что ваша дочь ничего не знала до этого момента, до забастовки. Да. Никаких… А фразу она слышала от меня про шанс дать в другие ситуации? То есть, она употребляет ту фразу, совершенно не привязывая ее к контексту, а просто так. Ну, потому что эта фраза ей так понравится. Илья, ну, я не знаю, надо моего ребенка спросить, почему она употребила эту фразу. Нет, ну, я у вас уточнил просто-напросто. Илья, дорогой мой, я не знаю почему. Ну, потому что я мама так и говорит на таком языке, ребенок говорит на таком языке. Обычная фраза, дать еще один шанс. Да, но это же, как он на контексте обычно употребляет люди. Я бы сказала, в разных контекстах она слышала, как это было. То есть, получается, не дать шанс, это что значит, если не дать шанс? Для меня лично? Или для моего ребенка? Для моего ребенка, надо спросить моего ребенка. Для меня всегда нужно давать шансы. А если не дать, это что? Нельзя. Я предполагаю, что не давать шансов нельзя. Хорошо. Если, например, вдруг гипотетически не дать шансов, то что значит, что? Уволить с волчьим билетом Бородкову из гимназии. Это не дать шанс ей дальше работать как-то в образовании, но не с детьми, а какая-то другая бумажная работа. Вот не дать шанс работать в образовании, но она будет работать тогда в другом месте, в пятерочке или куда, я не знаю, может, Илья Калин куда-то посоветует ей устроиться. Нужно у него спросить. А почему же родители, те, которые вас поддерживают, тоже не вышли в класс? В смысле, а кто из них? Я же не знаю, кто вы говорите. Так, ну, вы же так предположили. Я такого не говорила. Я знаю, что некоторые родители в нейтралитете, они не хотят участвовать в этом во всем. Я знаю, что более того, что мне вчера стало известно, как было известно еще тогда, когда вышли дети после забастовки, благодаря мне, что я опубликовала случайно, как Бродкова не в тот чат отправила сообщение, и сразу же вышли все дети. Вы помните, да, почему закончилась забастовка? Я знаю, что трое детей, мне стало вчера известно, что трое детей все-таки из нашего класса, после того, как были опубликованы мной чат класса, случайно Бродкова написала, что про какую-то ее мнимую поддержку, я в этого не верю, конечно, чтобы они продолжали забастовку, я знаю, что трое детей все-таки ушли из нашего класса, сразу забрали родителей заявление. Я знаю, что трое детей не вышли до сих пор. Вот это мне стало известно точно вчера, что не все дети вышли, уже часть детей перешли в другие школы. Изначально-то вы говорите, что 5-6 человек, это, собственно говоря, те, кто... Зачинщики. Зачинщики. А почему 20 человек-то тоже взяли и не вышли на забастовку? Ну, у них спросите. Вы у них спросите, я-то откуда знаю, как я могу сказать, что-то за других людей. Вы спросите у них. Эффект может быть толпы, может быть, боятся, что останется Бродкова, будут какие-то гонения на их детей, занижение оценок там еще. Все возможно. Илья, мы... Бродковы запуганы? Я не могу, я же не знаю. Я этого не могу, я могу только предполагать. Мы не знаем с вами ничего, что происходит там. Если когда-то кто-то из этих родителей захочет что-то рассказать, да, вот как бы, что, как даже наша Дашина подруги, мама Маши, как вы знаете, да, которые вы тоже переврали ее слова, когда осенью делали, она тоже придет в суд и расскажет. Все слова, которые мы цитируем, они все... Смотрите, они есть там другая. Можно ремарку? Потому что вы бросаетесь обвинениями, которые никакой абсолютно под собой не несут. У нас все слова, которые... Глент, вы в суде все это преподнесете? У нас все слова... Вы же в суде все это расскажете. Вы же сейчас об это кинули мне обвинение такое. Я на него хочу прокомментировать. Нет, я не кидала вас никакие обвинения. Вы сказали, переврали. Объясняю еще раз. Все слова, которые у нас процитированы в статьях, они такие специально обозначены там, с черточкой, да, там идет какое-то предложение, а потом говорил то-то и то-то. Они у нас все дословно записаны на аудиосообщениях. В каком контексте вы их преподносите? Вам могут задавать... Вы можете задавать один вопрос, а вставлять эти слова в совершенно другое. Вы говорите, что мы перевираем прямые речи. Прямые речи у нас все обозначены. Я не говорю, я предполагаю. Вы это все расскажете в суде. Вы предоставите все доказательства. Я сейчас рассказываю это читателям, потому что ваша фраза брошенная «Вы переврали» она под собой сейчас не несет абсолютно ничего. Мне так сказала мама Маши. Лариса мне рассказала, что вы набрали, как ее слова все переврали. Это мне сказала мама Маши и все, да. Вот. У нас, повторю, это для читателей, чтобы они четко понимали. У нас все на НГС в статьях, все цитаты, которые приводятся, прямая речь, они все подтверждены аудиозаписям. И поэтому, если кто-то говорит, что вы переврали, это исключительно он распространяет клевету. Специально он распространяет клевету или случайно, мы не знаем, почему Светлана говорит. Давайте я это расскажу. Я еще ремарку такую добавил. Давайте я тоже расскажу. Все слова, все, что кто мне говорит, и все, что происходит, я все так же, у меня есть все доказательства, я все записываю на аудиодиктофон, я все записываю, у меня все доказательства моих слов есть, либо документально, либо под запись аудио. то же самое для зачем у нас все хорошо в этой школе у нас нет конфликта в этой школе этот конфликт придуманный ильей калининым зачем какой конфликт но это же это же то есть мы даже за этого перейти в другую школу даже абсурд даже абсурд а зачем послушайте у нас был перелом на территории гимназии из-за халатности руководства из-за халатности классного руководителя пострадал мой ребенок у нас уже благодаря магистру Михайлович Ахмедгорееву был налажен контакт с Ольгой Шойдиной мы с ней смогли договориться спокойно общаться и спокойно существовать никаких конфликтов в школе как не было потому что только возникали какие-то между детьми спорные ситуации сразу же как еще раз вам скажу специалисты из центра магистр приходили полностью Бродкову контролировали у нас не могло там ничего быть просто Бродковой это надоело все контроль бесконечно она же хочет вести себя как хочет и поэтому была спровоцирована эта забастовка Бродкова прекрасно знала что она в следующем учебном году у нас не будет классным руководителем что четвертый класс у нас ей уже сказали что она будет почему она спровоцировала эту забастовку да потому что ей уже было объявлено что четвертый класс она не будет вести два класса специалисты центра магистр сделали заключение что Бродковой не нужно оставаться в нашем классе что ей нельзя вести два класса первую вторую смену это очень сильная нагрузка на организм человека что это очень сложно началка два класса но это действительно очень много уроков там ведет и поэтому она уже прекрасно знала что она не будет у нас классным руководителем что его сменят и поэтому была эта провокация также перед самой забастовкой у нас же были очные ставки у Бродковой по с учительной физкультуры по оставлению детей в опасности уже следственный комитет проводил и Бродкова там вела себя очень некрасиво она же пыталась обменить учителя физкультуры но по законодательству она отвечает за класс как классный руководитель то есть Бродкова уже начала эти действия ей нужно 300 тысяч от меня как выяснилось она подала иск то есть ну вот она начала какие-то такие действия вылилось это все что дети пострадали 3 недели не учились моему ребенку объявили бойкот взрослые Бродкова ну вот сейчас правоохранительные органы все-таки не я спровоцировал вы мне кажется это мой мой я же сказал что мне показалось что вы просто вот расшатали вот эту ситуацию поверьте если бы вы не напечатали это но никакой бы сметь им бы не заинтересовалась понимаете потому что вы напечатали это связь все со мной людям очень интересно вся связь со мной это к вам никого отношения не имеет я согласен да но мы же не в детском саду вы взрослый мужчина вам скоро уже 50 лет мы не в детском саду но почему-то кто-то из нас ведет себя как в детском саду из-за вас точно также пострадали дети как из-за Бродкова и как из-за Самарина и все-таки из-за меня пострадали и за вас тоже вы не вы не чувствуете за собой вину что из-за вас дети не учились и моему ребенку объявили бойкот вы не чувствуете за собой вину то есть вы сейчас расстроили или у Калинина что осталось всего лишь пять минут он сейчас просто заплачет я думаю уважаемые читатели и зрители вы воочию убедились и увидели все своими глазами и выводы можете делать сами кто как себя ведет кто о чем говорит кто ведет себя как в детском саду кто не как в детском саду почему тут это вообще вы сейчас опять про свою влюбленность хотите рассказать подытожьте хотя бы то что происходит страшная ситуация происходит с детьми вы успокойтесь уже с вашей влюбленностью уже не интересна эта тема вы расскажите лучше как вы относитесь как журналист к этой трагедии как журналист к этой трагедии я отношусь и рассказываю все в своих публикациях и в этих публикациях наши читатели могут прекрасно увидеть как я отношусь к этому то есть вы на стороне зла так и остаетесь вас мои слова не остаюсь на стороне правды нет пока что нет я стойтесь на стороне правды я даю возможность предоставить все точки зрения всем сторонам да вы почему то как никак профессиональный журналист не высказываете свои какие то вы просто не не натальные конечно не нужно не нейтральный профессиональные журналисты он нейтрален он меня ни в одной новости нету моей точки зрения он не делает своих оценок и никаких уклонов он предоставляет две точки зрения, а у вас со мной разговор, у вас какие-то все личные, какие-то неприязни, которая скрытая, вот это какая-то ненормальная ко мне подоплека, понимаете, какая-то влюбленная или не знаю, какая-то сексуальная подоплека ко мне или что, у вас постоянно какая-то подоплека прослеживается. Это вам так кажется, не волнуйтесь Светлана, не волнуйтесь, не волнуйтесь, я спокойна. Не волнуйтесь, как в том самом фильме, и вас тоже вылечат, знаете, Иван Васильевич меняет профессию, и вас тоже вылечат, не волнуйтесь. Вас уже все вылечили, да? Конечно, да, и вас тоже вылечат. Хорошо, спасибо. Так вот, я думаю, что на этом можно и закончить, в принципе, я думаю, вы сами сделаете выводы, кто и как себя ведет, да, и на основе... А скажите, пожалуйста, вы заканчиваете или я заканчиваю? Мне будет какое-то слово предоставлено? Хорошо, скажите ваше последнее веское слово. Ну, не последнее, конечно. Ну, в нашем эфире это будет... Заключительное, да. В сегодняшнем эфире у нас это мое заключительное слово. Так, куда мне смотреть? Сюда, сюда? Как бы, что я хочу подытожить, да, вот нашу сегодняшнюю встречу. Естественно, еще раз хочу поблагодарить Илью Калинину. Калинина, несмотря на наши все с ним какие-то разногласия, и все-таки он молодец, что он позвал меня на это интервью, пригласил и нашел в себе как-то мужество и все, со мной встретиться, выслушать мою позицию. И на самом деле проблема очень страшная происходит с нашими детьми в школах, и наши дети, вот понимаете, я в этой, побывав в этой шкуре, мама, которая, ребенку вот это все происходило, да, я могу сказать точно, наши дети на сегодняшний момент не защищены в школах от буллинга, от травли. Очень сильно защищены учителя, поверьте, очень сильно законодательством, трудовым законодательством, не закона образования, а трудовой законодательством, чтобы уволить учителя, должны быть очень много веских оснований, очень много выговоров. У Браткова уже много выговоров есть, как бы, ну, как Шодина уволили, у него было два строгих выговора, а потом уже. А наши дети, вы понимаете, постоянно отписки школы, ничего не происходит, у нас все хорошо, этого нет, этого нет, понимаете, чтобы мне собрать доказательства, мы видеокамеры поднимали школьные и фиксировали каждый случай, он все зафиксировано, и как ведет себя Браткова, и как вела себя Ольга Сергеевна Шодина, к сожалению. И я очень надеюсь, что законодательство будет защищать наших детей, я знаю, сейчас идет большой проект в России по защите детей, РЕН-ТВ снимает большой проект, как, ну, буллинг в школах, потому что, поверьте, ничего невозможно предугадать, что будет с нашими детьми, как будут развиваться события, когда эти наши дети будут подростками, да, как они будут проецировать это поведение безобразных родителей дальше, в подростковом возрасте, как они между собой будут коммуницировать, этот класс всегда будет под очень жестким контролем. Родители, как мне уже сказали, будут в опеке, на контроле постоянном, и дети будут наблюдаться, потому что все, что произошло, ну, к сожалению, им не повезло, что они столкнулись со Светланой Маниной, которая знает законы, может защищать свои права, им не повезло, что именно они обратились к Илье Калинину, потому что Илья Калинин в любом случае сыграл здесь огромную роль в защите наших всех детей, как бы он, может быть, у него была другая плана, как бы Светлану Манину как-то в чем-то опять уличить, как-то, но на самом деле он тоже герой этой истории, в том плане, что благодаря тому, что он поднял эту тему, за нее зацепились все СМИ, и детей-то в итоге защитили, в итоге, как и первое уголовное дело, намного, я так считаю, быстрее возбудили, и сейчас, вот, как вы знаете, да, кем сказала, и дальше события, то есть Илья Калинин в этом смысле положительный герой, благодаря его такой известности, тоже благодаря мне, как выяснилось, друг друга мы с ним и раскрутили, и он, конечно, молодец, он поднял эту тему, а какие выводы были сделаны правоохранительными органами, это уже пусть раскаиваются теперь эти родители и Браткова, как все повернулось, но Илье я выражаю большую благодарность, в любом случае, это без всякого там иронии и юмора, если бы он не поднял эту тему, поверьте, ну, это бы просто, я бы боролась и билась, конечно, я бы добилась этого результата своего, но это было бы не так быстро, как произошло сейчас, это было бы все равно намного позже. Вам понравилось интервью? Мне понравилось интервью, просто я надеялась все-таки, что если у нас будет больше дальше интервью, то Илья будет как бы более подготовлен, более спокойный, он не будет мне задавать какие-то такие странные вопросы, он будет просто как журналист задавать спокойные вопросы, да, спокойно мне разговаривать и спокойно нам как бы общаться, как нормальные люди, как журналисты, и поверьте, Илья, Если вы не понимаете моего юмора Насчет какой-то нашей с вами влюбленности Ну, я вам говорю, это мой юмор И я думаю, что мы все это поняли И как бы Ну, то есть, это я просто, чтобы смягчить Между нами обстановку, как есть такой прием Вы же знаете Вы мне, знаете, серая волка, но это действительно так Ну, классный такой у вас образ серого волка Я же про серого волка вообще ничего не сказал Ну, я просто вам говорю, что Ну, это просто для вас, как бы, такие комплименты Что вы интересный мужчина, то есть я же Да, такая разрядочка Вы не относитесь к этому прям так серьезно, что Какая-то влюбленность между нами Это не серьезно, это не серьезно Вот сейчас прям я успокоил Я бы с самого начала сказать это Чтобы я был успокоен, что между нами никакой влюбленности нет И вот с самого начала Меня бы так успокоило Да, конечно Да, мы закончили, но я предупреждаю, что На любое использование видео требуется разрешение Всех, кто на него опубликован Я пока не даю такое разрешение публиковать это видео У себя в соцсетях, да, не даю Подождите меня в суд Я вот сейчас как бы Я вот сейчас просто официально предупреждаю Это видео совершенно спокойно Вы можете у себя хранить Для того, чтобы видеть, что мы потом не смонтируем Ничего, да, там Не исказим ваши слова Илья, да не переживайте вы так сильно Нет, я просто уточняю сейчас по закону Что я не даю согласие на использование этого видео Илья, я не буду публиковать это видео Пока вы не опубликуете свое Да, безусловно Если я увижу ваше видео, которое полностью не вырезано Все как есть, так и было Я просто продублирую ваше видео Зачем мне это будет? Да, у нас оно будет Зачем мне там грузить три часа это видео? Смысла нет Я просто продублирую вашу статью И у вас будет еще больше просмотров И вы будете так счастливы А у вас будет еще больше пиара И в вашем бизнесе еще будет больше пиара И у вас будет очень много пиара Да у меня бизнес-то нет У меня работа Я пишу новости Вашей журналистской деятельности будет Как вас, как журналиста Вы же сейчас Я думаю, что в этом году НГС должна дать премию журналист года Подождите, мы же говорили о том Что должны дать премию Это НГС Да, и мама года И журналист года Это однозначно Понимаете? Потому что Нет, на самом деле Сейчас не для записи Журналист редакции НГС Я в прошлом году получил Поэтому в этом году не будет уже Вы достойные сегодня Смотрите Я не для записи Я просто хочу сказать Что вот сейчас На самом деле Благодаря нам с Ильей Калининым Мы подняли по всей России Такой огромный вопрос Травли детей в школах И вот понимаете Благодаря вот этому Я думаю Многие учителя Братковы Понимаете? Больше такого никогда Не позволят себе И такие родительницы Как Самарина И Боровских И Таргонская Тоже такого больше себе не позволят Потому что Мы же подняли с ним Такой вопрос Да, вот как бы Ну, не специально Естественно Так это произошло Ведь они же Посмотрели Как сейчас все происходит И происходит дальше Вы же понимаете Что Ну, я еще раз повторю Если бы не Илья Ну, не получилось бы Такого широкого резонанса Почему я сейчас прошу его Так же Ну, это не для записи Да, вот как бы То есть здесь мы уже будем Стоп делать Да почему Ну, хотите выкладывайте Я просто вас хвалю Я не хочу, чтобы вы Я просто хочу, чтобы вы Наконец-то Человеческое лицо У вас было А не того, чтобы На камеру поснимать Я просто хочу, чтобы Как человек говорили А не как Какой-то образ Я все уточнил Потому что, смотрите Мы с вами договорились Что мы выложим все Все, выкладываем все Да Ну, смотрите Просто сам факт Что мы подняли невольно Такой огромный вопрос Детского буллинга В школах Да И я надеюсь Что это будет Огромная помощь всем И детям И родителям И также Нашему департаменту Образования Министерству образования Как Ну, то есть Будет законодательство Тоже наших детей защищать Чтобы Намного быстрее было Увольнять Или отстранять От класса Таких, как Браткова Понимаете Чтобы, ну, не продолжать Этого Если бы отстранили ее сразу Поверьте бы Ничего бы такого не было И она бы просто Другой класс оставалась бы вести И так же бы спокойно работала Я бы никогда не узнала Об этих справках Ну, были бы И были у нее эти справки Дай бог с ней Не надо было Маниной давать в руки Этой справки самой И все просто Ну, Илья Просто вам большое Человеческое спасибо Действительно Благодаря вам Развиваются события В мою сторону Спасибо Я уже все понял Спасибо Спасибо, что пришли Спасибо, что пришли Все было хорошо Приятно было пообщаться Интересно Все Всем удачи Чтобы все было хорошо Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok